Время терять не будем Давай тогда время терять не будем, и я тебе расскажу о том, что мы будем сегодня делать Окей, давай Я бы хотел тебе первый час посвятить рассказу о том, как вообще решать тест А заодно посмотрим, видно ли? Да-да-да, все видно Отлично Первое, хотел бы рассказать просто теорию, как решать тест И на нее у нас идет примерно час времени А потом я бы посмотрел с тобой тест PST 2012 года, который сейчас уже не лежит у них на сайте, который раньше был Там есть интересная задача, которую мы с тобой разберем И попробуем применить Применить Apply Подход, который я расскажу в первой половине занятия Окей? Да Супер В таком случае первая часть – подход Подход мы тоже разобьем на несколько частей Сначала я расскажу о подход ко всем задачам То есть такой Как бы сказать, основные принципы решения Решения PST После этого мы остановимся на трех ключевых типах вопросов И после этого мы разберем еще оставшиеся небольшие совсем группы вопросов, которые подпадают в три ключевых типа Ты меня останавливай, если будут какие-то вопросы Общий подход к решению теста напоминает подход к работе в консалтинге У нас очень много информации, с которой нам не совладать за ограниченное количество времени Нам нужно выбирать и приоритизировать И тест PST удивительным образом как раз именно это и проверяет Если бы у тебя был не час времени на решение теста Допустим, два или три Ты запросто с ним бы справился, понятное дело Если у тебя есть час времени То тут все гораздо сложнее Тут нужно приоритизировать И тут нужно понимать, с чем мы имеем дело И как с этим бороться А имеем мы дело с обычной логикой Я раньше всегда говорил, что это логика консалтинг Но это в принципе логика такая Распространенная на всех Так сказать, общемировая логика У нас всегда есть в нашей логике В обычной предпосылке или причине Я называю это premise У нас есть какой-то факт Который нам дается в тексте Который нам дается в графиках То, с чем мы работаем Непосредственно информация теста И у нас есть вывод Conclusion Ровно то же самое есть и в работе консультанта Есть какие-то данные, которые дал клиент Есть какие-то гипотезы, которые должны подтвердить Подтверждать или опровергать то, что видим у клиента И есть какие-то выводы, которые нам необходимо сделать Из данных, которые нам предоставил клиент и какие-то рекомендации, которые мне необходимо сделать, чтобы помочь клиенту. Вот это три ключевые части, три ключевые элемента логики, три ключевые части теста ПСТ. Предпосылка, факт и вывод. Так, вот этот квадрат я пока сотру. Расскажу чуть подробнее о каждом, но потом, чуть позже, мы про каждую часть поговорим вообще детально. Сейчас просто расскажу, что здесь имеется в виду. Premise – это вопросы типа if true. Which of the following if true would best explain the trend in Exhibit 1? Which of the following if true would best support the assertion of the CEO? И так далее. То есть это такие утверждения, которые не обязательно являются правдой. И они могут быть полным бредом. Но при этом, если они оказываются правдой, то из них логически следует какое-то утверждение, которое нам важно. Пример. На некотором острове люди живут ровно 70 лет. Это факт, который нам необходимо подтвердить или опровергнуть. У нас есть опции. И вопрос у нас. Which of the following if true would best explain why people on a certain island live for 70 years exactly? Какие у нас бывают варианты ответа? Например, у нас есть вариант А. Люди. Здравоохранение на острове очень сильно развито. Благодаря чему люди живут не менее 68 лет. Скажи мне, пожалуйста, такая опция объяснила бы наше утверждение про 70 лет? Нет, не объяснила бы, потому что она не охватывает, как бы, нам сказали, что живут ровно 70 лет. Да, правильно. Она объясняет вот такой промежуток, открытый с одной стороны. А нам нужна точка 70 лет. Или другая опция, что на острове свирепствует рак, из-за которого люди после 72 лет умирают. Эта опция также нам мало что объясняет. Это был бы такой weak explanation, то есть, в принципе, он что-то объясняет, но очень мало. Потому что, например, утверждение С о том, что люди на этом острове обладают достатком выше, чем в любой другой стране мира, вообще будет нерелевантно. Потому что достаток нерелевантен отношении продолжительности жизни. Ну или, по крайней мере, в тексте нигде не сказано, что это релевантно. И тогда нам попадается опция D, которая гласит, жизнь на данном острове контролируется инопланетянами, которые обеспечивают продолжительность жизни, равную ровно 70 лет. И вот такая опция будет объяснять наш факт, как бы бредовой она ни казалась. И про инопланетян, скорее всего, ничего не будет сказано в тексте. Про инопланетян ничего не будет сказано нигде. Но при этом логически, если вдруг мы в это поверим, логически она подтверждает вот эту часть девцу. Логически она объясняет 70 лет. И поэтому именно ее мы должны выбрать. Главный трюк с этими вопросами, это то, что нам нет необходимости искать эту информацию в тексте. Нам нужно лишь понимать, к какой информации нужно привязаться. Вот эту штуку нужно понять. Факт. И потом привязывать. И не бояться выбирать опции, которые кажутся странными. И которые не сказаны в тексте. Нам лишь важно поверить в это и в тексте. Это первая часть вопросов. Это, наверное, ключевой трюк, про который я сказал. Как детально решать, расскажу сейчас, через пару минут. Таких вопросов примерно 30%. Исходя из четырех тестов McKinsey, оригинальных, которые я анализировал. Следующий тип вопросов. Это непосредственно факт. В повседневной жизни это была бы интерпретация факта. То есть пересказать другими словами то, что сказано в тексте, или то, что сказано на графике. Но для теста McKinsey это слишком скучно. Нужно давать что-то, что заставит человека думать и тратить время. Потому что именно время является ключевой проблемой теста. И лучший способ это сделать, это заставить человека считать. Поэтому к факту я отношу все вопросы, кроме выводов, в которых нужно считать. Здесь бывают вопросы типа estimation. Когда для решения вопроса нам нет необходимости считать все точно. Нам достаточно сделать какую-то прикидку, и мы сразу же видим ответ. Чаще всего такое бывает, если варианты ответов сильно различаются. То есть, например, у нас варианты ответа 10, 100, 500 и 1000. Но это такое грубое, конечно, предположение. Большинство ответов все-таки не такие будут. Но бывает, что ответы различаются даже на три порядка. Например, ответ может быть 1, 1000 и миллион. В таких случаях найти ответ очень просто, и нам потребуется буквально 30 секунд. Нам нужно лишь понять, что спрашивают. Но после того, как мы поняли, что спрашивают, найти ответ нам уже труда не составит. Это estimation. И к нашему счастью, таких вопросов в тесте достаточно много. Если я правильно помню, порядка 15%, 15-18%. Потом идут вопросы типа precise, computation. Вопросы, в которых необходимо точно считать. Например, если варианты ответа 11, 12, 13 и 14. Если мы начнем округлять слишком сильно, мы легко попадем сюда, или сюда, или сюда, и не сможем выбрать правильный ответ. Здесь придется нам считать точнее, возможно, на бумаге, возможно, даже столбик. Такие вопросы потребуют больше времени, но, к счастью, их не так уж много. Их порядка, по-моему, 8 где-то процентов. Вопрос, который требует еще больше времени, это word problem. По-русски говоря, это составление уравнения. У нас есть какая-то текстовая задача, которую нам нужно перевести с языка английского человеческого на язык, ну тоже человеческий, математический. Из слов формулы. И потом эти формулы используют для решения уравнения. Уравнения, к счастью, бывают несложные. То есть даже квадратные уравнения в тесте не встретить. Они всегда линейные. Сложность их заключается в том, чтобы составить это уравнение из кучи элементов, кучи слогаемых. И все эти слогаемые могут прятаться в таблицах, в графиках, в тексте, где угодно. В этом сложность. Такие вопросы чаще всего занимают больше времени, порядка 4-5 минут. Если больше, то нет смысла вопрос решать. Но, к счастью, таких вопросов вообще немного. Их порядка 5% или даже меньше. А если верить тому, что говорят студенты, которые недавно сдавали PST, таких вопросов вообще даже не было в тесте. Что, опять же, успокаивает. Время на них тратить практически не придется. И четвертый тип вопросов, которые здесь прячутся, это рэнкинг. Рэнкинг или ранжирование, это, пожалуй, самый простой из вопросов, потому что подсчеты, которые нужно сделать, чтобы проранжировать опции от большего к меньшему, от меньшему к большему, чаще всего несложные. И при этом выбрать между опциями легко, потому что у нас есть возможность делать, что называется, elimination. У нас есть ответ A, B, C, D. A ранжирует опции 2, 1. B ранжирует опции 2, 1. C ранжирует опции 1, 2. D ранжирует 1, 2. В итоге, для того, чтобы сразу отсечь 2 из 4 опций, нам достаточно сравнить 2 и 1. Нам нет необходимости считать, допустим, 3, 4, 5. Тем более того, нам нет необходимости считать значения 1 и 2. Нам лишь необходимо сравнить их. Это особенно полезно, когда у нас очень сложные числители, очень сложные знаменатели. Но мы можем сравнить попарно числители и знаменатели. И, допустим, мы увидим, что числитель в первом случае больше, а знаменатель меньше. В этом случае 1 больше, чем 2. В этом случае A и B опции нам отпадают. Если мы ранжируем от большего к меньшему, выбираем C и D. Двигаемся дальше, делаем похожий анализ и выбираем единственный опций. И все. Собственно, это подход к кренкинг. И на нем мы больше останавливаться не будем, поскольку сложности особых он не представляет. А вот этих товарищей, Estimation, Precise, Computation, Word, Problem, мы разберем чуть подробнее. Теперь вывод. Вывод – штука достаточно несложная и приятная с той точки зрения, что нет необходимости читать все опции. Как только мы находим подходящую опцию, мы сразу можем говорить, что это и есть наш ответ, выбираем его, двигаемся дальше. Но в чем сложность заключается? В том, что вывод может быть трех вариантов. Он может быть правдой, он может быть неправдой, и он может быть еще чем-то неизвестным – unknown. Вот про этот unknown люди чаще всего забывают, и вот этот unknown чаще всего является проблемой, что люди выбирают, что опция true, или люди отвечают, что опция false, а на самом деле сказать мы ничего не можем. Приведу пример. Допустим, у нас есть вывод, который мы хотим сделать. Все сотрудники компании Smart работают меньше 40 часов в неделю. Я напишу здесь, чтобы там заболел. Все сотрудники меньше 40 часов в неделю. Я написал время работы всех сотрудников меньше 40 часов в неделю. Допустим, в тексте сказано, что у нас есть 5 сотрудников. У нас есть SEO, у нас есть продажник, у нас есть 2 инженера. Инженер 1, инженер 2. И у нас есть еще, не знаю, финансист. Если из текста мы сможем понимать, что SEO работает меньше 40 часов в неделю, Sales работает меньше 40 часов в неделю, оба инженера работают меньше 40 часов в неделю, финансист работает меньше 40 часов в неделю, то это означает, что все сотрудники работают меньше 40 часов в неделю. Это ответ true. значит факт подтверждается, вывод подтверждается для того, чтобы вывод не подтверждался чтобы он был false, нам достаточно чтобы хотя бы один из этих пятерых человек работал больше 40 часов в неделю или 40 часов в неделю, потому что у нас здесь знак строгого неравенства, то есть если окажется что SEO работает 39 часов в неделю, Sales работает допустим 20 часов в неделю инженер 1 работает 30 часов в неделю, а инженер 2 работает 40 часов в неделю это означает что мы не можем сказать, что все сотрудники работают меньше 40 часов в неделю, находится один который работает больше даже если финансист работает тоже меньше если помнишь это примерно как доказательство в математике в школе для того, чтобы доказать некое утверждение нам нужно, чтобы во всех случаях оно было верно для того, чтобы опровергнуть утверждение нам достаточно найти лишь один случай когда оно является неверным и в этом случае оказывается, что утверждение не верно и соответственно то, что мы доказываем не верно и теперь интересный момент наступает с unknown unknown вывод неизвестен в том случае, если про кого-то из людей мы не можем сказать сколько он работал 40 часов в неделю или меньше допустим в тексте у нас сказано что инженеры работают меньше 40 часов в неделю каждый из инженеров в sales работает меньше 40 часов в неделю и финансист работает меньше 40 часов в неделю а про SEO мы ничего не знаем мы ставим знак вопроса в этом случае знак вопроса может быть и единичкой, и ноликом. Если вдруг он оказывается единичкой, то вывод у нас true. Если же он оказывается ноликом, то вывод у нас false. В таком случае, когда вывод может быть и true, и false, мы не можем сделать вывод. Значит, вывод unknown. Но теперь интересный вопрос. А если мы знаем достоверно, что финансист работает больше 40 часов в неделю, то есть здесь у нас ноль. Какой у нас вывод? Правильно, это false. Ложка дегтя портит бочку меда. Если у нас есть один ноль, а один случай, который все портит, мы сразу делаем вывод о том, что вывод false. И здесь нам уже не важно вопрос, истоять или нет. Вопрос важен только, если про всех остальных мы знаем, что это true. Так. А почему я, собственно, единицы рисую? Это как в программировании. Ну да. True это and, а вывод это and, вообще, если хоть один нолик здесь, это false. Если при перемножении мы получаем то ли один, то ли ноль, то это and. Так, это вывод, это conclusion, вкратце, как делать conclusion. Есть еще одна важная вещь, здесь очень важно обращать внимание на направление вывода. true или false нам нужен, или can be concluded, cannot be concluded. concluded. Вот это вещь, в котором люди ошибаются чаще всего. Особенно те люди, которые хорошо решают тест и умеют отвечать на вопросы. Они невнимательно смотрят, что у них спрашивается. И у них спрашивается, особенно, когда это отрицательный вопрос, спрашивается, which of the following cannot be concluded? They находят опцию, которая can be concluded, которая true. И говорят, вот он, мой правильный ответ. И, что интересно, они правы в том, что это true, can be concluded. Но вопрос не про это спрашивал. Вопрос спрашивал, which of the following cannot be concluded? То есть, им нужно было найти абсолютно противоположное. И это ошибка 10 секунд, которая стоит одного неправильного ответа. А один неправильный ответ в тесте PST стоит очень дорого. И сразу скажу, cannot be concluded, это не только false. Это еще и unknown. То, что нет, true. Так, это общая структура теста. Теперь я расскажу вкратце подход. Как мы решаем, вот когда мы открываем тест, что мы делаем, как мы двигаемся по нему, чтобы по максимуму эффективно это делать. А после этого расскажу подетальнее подход по каждому из типу вопросов. И когда мы это сделаем, можно уже будет на примерах эти подходы разобрать. Так, общий подход. Как я уже говорил, сложность теста заключается в том, что у нас много информации, мало времени. Решение, которое есть к этому тесту, это вести себя как консультант. А как консультант ведет себя? Он всегда старается понять, что ему необходимо найти, на какие вопросы ему необходимо ответить, чтобы дать рекомендацию или ответ, который требуется клиенту. Он не будет тратить время на информацию, которая ему не нужна. Он выбирает лишь главное. Как он это делает? Он сначала пытается сформировать гипотезы, вопросы, на которые необходимо отвечать. После этого идет и смотрит конкретные куски информации, которые необходимы для того, чтобы на эти вопросы ответить. После того он возвращается к вопросам, отвечает на вопросы, анализирует их, выбирает подходящую информацию, подкрепляет ее фактами, делает выводы и двигается к следующим вопросам, формирует следующий вопрос. Здесь, в тесте McKinsey, мы постараемся сделать то же самое. А именно, первое, что мы делаем, когда мы открываем тест, мы не читаем вопросы. Прошу прощения. Мы не читаем текст и экзибиты. Мы первым делом читаем вопросы. Когда мы читаем вопросы, нам полезно понять, какого типа вопрос. нам полезно понять, о чем говорится в вопросе, то есть, какой у нас сабжект, что он делает, какой экшен у этого сабжекта, прочие детали, которые нам понадобятся. Мы запоминаем эти детали, потому что потом мы пойдем в текст и будем стараться их выуживать. Кроме того, нам полезно будет обратить внимание на references, где на данные вопросы могут быть ответы. Например, чаще всего в вопросе будет reference там in table 2, in exhibit 1. вот это нам нужно для себя подчеркнуть, обратить внимание и потом внимательнее смотреть на вот эти части, которые стоят в reference. и еще одна часть, которая нам понадобится, это направление вопроса как раз, вот то, о чем я говорил буквально две минуты назад про conclusion. Best, list, true, not и так далее. Вот эти вещи, они будут, скорее всего, подчеркнуты и написаны крупными буквами. Нам все равно нужно еще раз для себя подчеркнуть, обвести, может быть, даже переписать. Некоторые ребята переписывают в тесте еще раз слово best, чтобы понять, что их спрашивают про best, а не про list. Это первая часть. Мы прочитали вопросы, мы прочитаем вопрос, не один вопрос, а несколько вопросов из группы. То есть, допустим, у нас идет текст, график, таблица, после этого четыре вопроса, после этого новый текст. Мы читаем вот эти четыре вопроса. И их мы будем потом использовать, чтобы читать, чтобы читать текст. Здесь важно отметить, что вопреки рекомендациям interview, practice guide от McKinsey, нет смысла читать опции сразу, когда мы читаем вопросы. Потому что опции будут забываться. Особенно в вопросах типа premise и типа conclusion, они будут очень сложные, очень длинные. И кроме того, они не всегда будут соответствовать действительности, они просто не нужны. Если мы попытаемся это запомнить, у нас будет каша около, и мы все забудем. Поэтому опции на этом этапе читать не нужно. Нужно лишь читать вопросы. После того, как мы прочитали вопросы, мы идем к тексту и к графикам, ко всей информации, которая нам может пригодиться. И то, что мы делаем с текстом, лучше всего характеризуется английским словом scheme. Нам нет необходимости читать текст детально. У нас нет на это времени. В большинстве вопросов текст даже не понадобится, если честно. Но есть вопросы с подвохами, где он нужен. Но там нам достаточно понимать основные вещи про текст, а не детального читать. А основные вещи, по сути, это структура текста. То, о чем говорится в каждом буллите, то, о чем говорится в каждом абзаце. По сути, когда мы скинем текст, мы работаем как такой древний поисковик, который индексирует данные, но не все, не всю страницу, как сейчас они делают, а лишь какие-то важные теги. То есть, когда мы читаем текст, например, первый абзац мы читаем, мы пробегаем, думаем, о чем он, мы спрашиваем себя, о чем этот абзац. И мы понимаем, что первый абзац про бизнес компании в целом. Второй абзац мы пробегаем, опять же, не детально вычитывая, а просто понимаем, что он про сегменты рынка. Третий абзац мы понимаем, что он про три типа клиентов, клиентов нашего клиента. и четвертый абзац мы понимаем, что он про то, что говорит SEO. И вот на этом уровне нам достаточно понимать. Мы проиндексировали информацию, мы понимаем, где это искать. Где искать информацию, когда мы будем ее искать детально. А детально мы будем ее искать, когда будем отвечать на каждый вопрос. Поэтому, окей, здесь не нужно знать детали. Здесь нужно знать, где что лежит. Это что касается текста. Что касается графиков, здесь, и таблиц, здесь есть смысл быть чуть более подробным, но при этом все равно нет необходимости тратить на графике две минуты или три минуты изучать то, что там происходит. Что нам нужно узнать в таблицах и в графиках? Самая главная вещь. Первое. Это название таблицы. Title или графика. О чем идет речь? Что представлено на графике? Нам нужно понять, что это за переменная. Потому что если переменная неправильная, мы не можем делать вывод, который нам потребуется для вопросов. Нам придется искать ответ где-то еще. Переменная может прятаться как в названии, так и в легенде. Второе, что нам необходимо посмотреть, это единицы измерения. Нам нужно понять, то, что представлено на графике, оно измеряется в миллионах долларов или оно измеряется в тысячах евро? Или может быть это штуки? А если это штуки, можем ли мы делать вывод про деньги? Скорее всего не можем, потому что у нас нет цен. Но даже вот эти вещи, последующие выводы, из чего мы можем делать выводы, из чего не можем, они не так важны. Важно понимать, что, а какой вывод мы можем сделать, мы подумаем позже. Мы сейчас лишь собираем информацию. Третья вещь, которую нам нужно посмотреть, опять же, units of measurement еще стоит добавить оси, axis. Потому что там тоже скрываются units of measurement. Третья вещь, которую нам нужно найти, это связи между графиками. Часто бывает, что один график не является независимым от другого, если их нарисовано несколько. Например, если нарисовано два пайчарта, очень вероятно кажется, что один пайчарт является детализацией первого, другого. Вот так. То есть получается, разбивка на три элемента у нас происходит лишь по вот этому сегменту. Но в McKinsey специально делают так, чтобы вот эта разбивка, что вот эта связь была бы непонятна. Вот эти линии не рисуют. Единственное, откуда мы можем понять эту связь, это, допустим, описание title или легенда. Поэтому вот эти вещи нужно, опять же, внимательно прочитывать и понимать, связан ли график между собой или не связан. И такой пример у нас будет, если я правильно помню, в тесте А12 года. Окей. Таким образом мы выполнили второй шаг, мы посмотрели на данные. Здесь пока понятно? Да, да, да. Отлично. Следующее, что мы пытаемся сделать, это решить вопрос... А, нет, сначала мы читаем опции. Мы читаем опции. И читаем опции так же, как мы читали вопросы. Очень внимательно. Но теперь мы читаем опции отдельно по каждому вопросу. То есть мы решаем вопрос номер один, мы читаем опции вопроса номер один. И на них отвечаем. Мы не переходим к другому вопросу. Опции мы читаем точно так же, как вопросы. Мы обращаем внимание на субъект, о котором идет речь, если там вообще идет речь. Что он делает? Когда он это делает? Ну и подобные утверждения. Если это числа, мы обращаем внимание на то, насколько эти числа близки друг к другу. Можем ли мы как-то прикинуть ответ, а не считать детально? Если в опциях встречаются какие-то вещи, которые нам непонятны, например, какие-то субъекты. Например, речь идет о непонятных каких-то клиентах, про которые мы вообще ничего не понимаем. Нам нужно вернуться в текст, а мы уже помним, где речь идет о клиентах, в какой части. И вот эту часть еще раз перечитать и найти уже, что же это там за клиент. Допустим, у нас есть порт, у которого три типа клиентов, но это сказано в тексте. Мы, если текст не прочитали, мы не знаем этих деталей. А в опциях нам сказано, что одни клиенты работают, поставляют больше контейнеров в наш порт, чем другие. Для того, чтобы это проверить, нам нужно пойти обратно в текст, в бокс, который говорит о клиентах и прочитать, а какие же у нас клиенты. Мы читаем, что у нас три типа клиентов, при этом первый тип отправляет в два раза больше контейнеров, чем второй. Мы такие, вот, теперь мы знаем, какие у нас клиенты, как они называются, как они связаны друг с другом. Мы возвращаемся к опции и можем про нее говорить, правда это или неправда. Вот для этого шага как раз и нужен был шаг первый, шаг второй, когда мы скимли текст, индексировали его. Потому что теперь нам легко по этому индексу у себя в голове вернуться и понять, вот он абзац, который мне нужен, я должен его прочитать. Читаешь уже и таким образом опцию понимаешь лучше. Один вопрос здесь. Да, давай. По моему опыту, и вот я тоже еще помню, когда первый я сдавал тест, я вот обратил внимание, что если ответ идет, допустим, ссылка знака, как вот, допустим, какого-то конкурента или на какого-то конкурента, который уже работает в этой же стране и имеет какие-то показатели, но о котором никогда не упоминается в тексте. И опять-таки какой-то, это historical data, относящийся к другим похожим компаниям, то почти всегда может сразу вычетаться на ответ. У тебя вот так не сталкиваются с таким? Смотри, это зависит от типа вопроса. Если это вопрос fact-based conclusion, то, скорее всего, эта опция будет unknown, потому что если этого клиента нигде раньше не было, мы не можем сделать вывод про того, чего не было. Однако, если это root cause reason, то есть premise, предпосылка, то, опять же, нам не нужно, чтобы эта информация была в тексте. Нам нужно, чтобы эта информация логически подтверждала факт. И если у нас есть какой-то факт, который мы читаем в тексте, допустим, что конкуренция на рынке усилилась, а опция, которую мы читаем, что появилось три конкурента, которые работают очень эффективно и занимают рынок, то получается, что эта опция нам подходит. Хотя, казалось бы, про этих трех конкурентов нигде в тексте не было ответа, утверждения. То есть, я бы сказал, что нет такого правила, и лучше к нему не придерживаться, потому что запросто в Макинзе могут привыкнуть вопросы, где это не работает. Да-да-да. Так, мы прочитали внимательно опции, если что, вернулись в текст, обнаружили информацию, которая нам нужна, и теперь мы можем попытаться решить. Я эту часть называю Quick Solution. Quick Solution, потому что мы пытаемся малой кровью побороть вопрос. Что мы для этого делаем? Мы читаем опции не по порядку. Мы, особенно это касается fact-based conclusion, смотрим на те опции, с которыми нам легче разобраться. Если мы видим, что одна опция требует огромных подсчетов, чтобы проверить, верна она или не верна, мы ее пропускаем. Если видим, что есть какая-то опция, на которую мы можем легко ответить, мы на нее отвечаем, и, соответственно, мы либо выбрасываем этот ответ как неправильный и двигаемся дальше, другие опции смотрим, либо говорим, что вот он правильный ответ, нам нет необходимости ничего больше делать, мы выбираем эту опцию и больше ничего не читаем. И это нам экономит очень много времени. В этом случае мы внимательно разбираем каждую опцию, на каждую опцию мы фокусируемся, но не все опции мы смотрим, потому что, возможно, мы уже наткнемся раньше на ту, которая нам подходит. Это первый принцип, easy first или elimination. Разбирать легкие и выбрасывать их, либо говорить, что они нам подходят, либо стараться по минимуму считать. Это минимум necessary computation, который заключается в том, что нам не нужно считать точные ответы, и нам есть смысл пробовать подставлять крайние опции, если это численный вопрос, если это вопрос fact, computation. и смотреть, работает ли опция A, допустим. Нет, она слишком мала. Работает ли опция B? Может быть. Работает ли опция C? Нет, C слишком огромная. А D и тем более. Соответственно, у нас остается только опция B, которую мы детально не должны просчитывать, но которой мы понимаем, что она нам подходит. Такой вопрос у нас, кстати, тоже будет в тесте, который мы сейчас будем с тобой разбирать. Поэтому примеры будут еще. Это два подхода, которые мы можем пытаться использовать, чтобы решить вопрос быстро. Если же вопрос быстро решить не получается, то нам необходимо его решать детально. А как решать детально, мы сейчас рассмотрим по каждому типу вопросов. Пятый шаг, который нам нужно будет сделать, допустим, мы уже на вопрос ответили. Нам нужно записать ответы. Это может быть такая, кажется, очевидная вещь, но люди часто про это забывают. И оставляют перенос ответов на последнюю минуту. А проблема в том, что за последнюю минуту все вот это безобразие в ответник не перенести. И никто дополнительную минуту не даст на то, чтобы перенести вариант ответа. В этом случае ты решил ты 26 вопросов, перенес 16, поэтому твой максимальный балл 16. И это очень печальный балл. Это не только потому, что 16 это мало, может быть, это и не мало. Но если учесть, что ты еще не все вопросы из них правильно ответил, то шансы пройти очень низки просто из-за того, что ты неправильно заманежил время. Вот это не стоит допускать. Поэтому лучше переносить ответы либо сразу решил, перенес, решил, перенес, либо группами. 4-5 вопросов решил, перенес. 4-5 решил, перенес и так далее. И это, кстати, да. Ответ сейчас спросить. А вот можно ли исправлять ответы? Да. То есть там что-то зачеркивать. Можно. Понял. Окей. На самом деле перенос вот такими группами 4-5 вопросов может быть полезен и с точки зрения тайм-менеджмента. В чем заключается тайм-менеджмент? Ты, поскольку сдавал GMAT, я думаю, знаешь, как нужно управлять временем в GMAT. Да. Помнишь вот эту вот систему 5 вопросов там 12 минут, 10 вопросов 24, 15, 36, 20, 48, 26. 60. Ты таким образом? А, ну вот здесь то же самое. Нужно мерить свое время не по каждой вопросу, там, трачу я на него 3 минуты или не 3 минуты. Тяжело будет засекать. А по 5 вопросов. Если ты решил 5 вопросов за 12 минут, отлично. Ты движешься с правильной скоростью. Если ты решил их за 15 минут, тебе нужно ускориться. Если ты решил 5 вопросов за 10 минут, ты опережаешь время, тебе нужно замедлиться. Вот эти вот конкретные значения 12, 24, 36, ты для себя сам определишь, у каждого свои. Я бы, наверное, такие брал. Но, опять же, это как кому получается, как кому удобно. Но важно, что нужно проверять свой прогресс постоянно. Не каждый вопрос, а хотя бы по несколько вопросов и смотреть, укладываешься ты или нет. Да, я просто хотел сказать, пока тренируюсь, я делаю это из расчета 60 минут. Но мне написали, что будет 75 на самом деле, что странно. 75 будет? Да. 75 у вас осталось 60, а в киевском офисе они мне сказали, что как будто, ну, так как English не твой, но есть пляненький, то мы тебе давали понимать, что ты успеешь. Слушай, ну, это странно, потому что в московском офисе пишут 60 минут. Да-да-да, я, 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 я три года записал 60, да, абсолютно точно помню, да. А здесь они мне дали еще, они мне давали 15, то есть у меня времени остается очень много. Ага. Но все равно вот я, это тоже проблема, потому что у меня остается времени, а мне нужно его вот более грамотно разбить. Смотри, я бы тебе сказал, тренируйся для 60 минут, потому что из-за волнения, если тебе скажут 75 минут, ты все 75 минут займешь. У меня так было. Я готовился решать за 60 минут, я нормально решал за 60, а потом пришел на тест, мне сказали 75 минут. Я очень удивился, думаю, ну ладно, решаю за 75, и я в итоге все 75 минут и использовал. просто потому, что там где-то я медленнее решал, где-то начал волноваться, где-то еще что-то, и эффективность поэтому убавилась. Поэтому тренируйся на 60, будет 75, вот. Не будет, окей, ты все равно готов. Да, я готов. Отлично. И это, собственно, что касается общего подхода к решению теста в целом. Больше здесь пока никаких вещей нет. Мы с тобой можем перейти к отдельной типу вопросов. Так, отдельный тип вопросов. Еще раз напомню наш фреймворк, который нам поможет разобраться с каждым типом вопросов. Мы смотрим на премис, который, напомню, примерно 30%. Фэкт тоже примерно 30%, конклужен примерно 25, 27, и оставшиеся 13% будут раскиданы по каждой вести. Да, кстати, все вещи, которые я рассказываю, есть в лекциях. Поэтому, если сейчас что-то не успеешь запомнить или еще какие-то остальные вопросы, там это будет еще подетальней. Поэтому там ты тоже сможешь еще посмотреть. Там есть несколько примеров, которые я разбираю, поэтому должно помочь. Да, потому что я сейчас абсолютно все записываю. Ты думаешь, не стоит это вот? Лучше после того, чтобы... То есть... Смотри, мне кажется, это как тебе удобно, поскольку часто, когда ты записываешь, ты лучше концентрируешься. На все-таки лучше это у меня. И я стараюсь записывать всегда, даже если мне потом дадут печатный материал. Потому что я запишу по-своему, я запишу те вещи, которые я не понимаю сам. Печатный материал будет, там, может быть, другие вещи, которые мне понятны, а которые мне непонятны, там не будет. Поэтому лучше записывай. Да, да, да. Тем более, что я сейчас записываю видео, я надеюсь, что там проблем с этим никаких не будет, и я тебе его пришлю. И ты сможешь это потом еще раз просмотреть и разобраться. А, супер, отлично. Поэтому я бы сказал, что делай, как тебе удобно, насколько ты будешь максимально эффективен, что позволит тебе быть максимально эффективным. Да. А, еще одно небольшое отступление. Я тебе выслал файл, который называется PST Terms. Да. Очень советую его тоже посмотреть. Там я выписал основные термины, основные формулы, которые понадобятся в PST для решения теста. Формулы примитивнейшие, тебе после MBA все будет очевидно. Полезно на них посмотреть просто с точки зрения того, к чему нужно быть готовым. И что нужно знать вот просто на зубок очень хорошо, на что нужно решать уметь любые типы задач. По сути, там формул штук 20, но их нужно знать хорошо. Поэтому советую их все-таки прям выучить по максимуму. И там же график есть. Там я выписал разные типы графиков, с которыми тоже лучше заранее познакомиться, чтобы потом они не явились сюрпризом на реальном тесте. Так, это небольшое отступление. Теперь идем к вопросам premise. Напомню тебе, что это вопросы, которые не обязательно являются правдой. Но если вдруг они являются правдой, то они как-то привязываются к факту. Они либо его объясняют, либо не объясняют. Это зависит от того, что спрашивает вопрос. Вот эти вопросы самые каверзные. С ними тяжелее всего обычно людям справляться. Ну, при условии, что там нормальные уровни английской математики. И, к сожалению, таких вопросов сейчас больше всего. Основываясь на том, что говорят мои студенты, особенно на вопросы, which are the following, if true, least explains. Вот этот тут лист, там, по наблюдениям ребят, их чуть ли не половина вопросов, вот в тех вариантах, которые они решали. И это, конечно, иногда бывает сложно. Но, к счастью, что это сложно для всех, поэтому бояться нечего. И плюс я сейчас расскажу, как с этим бороться. И это тоже должно помочь. Итак, подход для решения вопросов premise. Первый шаг, который нам нужно сделать, нам нужно понять question fact. Question fact. Question fact – это вот эта штука как раз. Вот эта штука, к которой нам нужно привязываться. Потому что, как я сказал, сами опции будут не связаны с текстом. Нам нужно найти якорь, которым мы к опциям прицепимся. Якорь вот он здесь. К сожалению, в тесте он чаще всего завуалирован. Завуалирован такой фразой, из которой мало что понятно. Which of the following, if true, would least explain the trend in exhibit 1? Что за trend in exhibit 1 нам нужно разбираться? Trend in exhibit 1 – это не question fact. Это скорее pointer, ссылка на question fact, который нам нужно разбираться. Нам нужно проанализировать график и понять, что же там происходит. И когда мы сможем на словах себе объяснить, что на графике Америка растет, а другие рынки плоские, flat. И когда мы сможем сказать себе предложение, the question fact is, America is growing while the rest of the world is flat – это будет question fact. То есть, the trend in exhibit 1 – это не question fact. А America is growing while the rest is flat – это question fact. Как только мы вот нашли такой вопрос, if true, пошли покопаться в данных и можем объяснить себе на словах, что же нам нужно доказать или опровергнуть. На пальцах себе объяснить. Мы можем сказать, окей, мы с question fact разобрались, мы понимаем действительно, о чем идет речь, и мы можем осознанно выбирать между опциями. Пока мы это не сделали, нужно разбираться. Но, к счастью, разбираться не так уж сложно на самом деле. Обычно эти тренды очень понятны, либо в тексте написано, о чем речь идет. Это первая часть. Вторая часть. То, о чем мы говорили в общем подходе – это нужно прочитать опцию внимательно. И здесь нам нужно постараться понять, чем опции отличаются друг от друга. Это похоже на детскую игру «Найди лишнее». Допустим, у нас есть стол, стул, кровать и кошка. Лишнее оказывается кошка, потому что кошка не является в этом ряду мебелью. Либо потому, что кошка является животным, а все остальное не является животным. Здесь абсолютно такая же логика. Нам нужно понять, почему одна из опций выпадает. Почему одна из них черный лебедь, а все остальные белые. И вот здесь, когда мы прочитали опции, третий шаг, когда мы формализуем это понимание за счет так называемых критериев выбора. Selection criteria. Selection criteria – это по сути своей… То, чем, на наш взгляд, опции должны отличаться. Те показатели, по которым они отличаются. И благодаря ним мы можем достаточно просто анализировать наши опции. У нас есть опции A, B, C и D. У нас есть первый критерий выбора. У нас есть второй критерий выбора. И мы расставляем оценки каждой опции в соответствии с критерием выбора. Допустим, опция A соответствует первому критерию выбора, но не соответствует второму. Опция B соответствует второму, но не соответствует первому. Опция D соответствует ни тому, ни другому. А опция D соответствует и тому, и другому. И если нас спрашивают which of the following if true best supports the idea или best explains, то это оказывается вариант D. Если же нас спрашивают which of the following would be least helpful, least explain, то ответ будет C. Вот эти крестики и галочки расставляются вне зависимости от направления вопроса. Лист или best? Нам здесь не важно. Нам важно лист или best, когда мы уже выбираем финальную опцию на основе расставленных крестиков и галочек. Это понятно? Да. А так вы сейчас спрашиваете, это лучше делать умея или все-таки писать на бумаге? Как тебе удобно? В принципе, бывает, что опции достаточно легкие и тебе легко сделать в уме. Но бывает, что критерии выбора длинные и сложные, тогда может быть есть смысл так расписать. И плюс, например, иногда бывает, что ты не можешь точно сказать, галочка это или крестик, может быть там вопросительный знак. Но про лучшую опцию ты сможешь точно сказать, что это две галочки. А про худшую ты сможешь сказать, что это два крестика. Так, и теперь я наконец-то расскажу, а что же это за критерии выбора. Их я выделяю четыре штуки. Самые частые из них это первые два. Первый критерий. Это пара subject и его действия, action. Иногда это еще называют subject и trend. Пример. America is growing. Соответственно, если нам нужно доказать question fact, America is growing, нам необходимо нарисовать вот такую вот табличку. Один это America, два это is growing. И смотреть опции. Первая опция говорит о том, что China is growing. Это wrong subject. Он нам не подходит. Вторая опция говорит о том, что America is shrinking. Это правильный subject, но wrong trend. Нам это не подходит. Третья опция говорит о том, что America is a wealthy country. Subject нам подходит. А тренда здесь никакого нет. Это бесполезная информация. И четвертая опция нам говорит о том, что America is growing. Ну или другую какую-то формулировку, из которой мы понимаем, что Америка должна расти. И в этом случае мы выбираем опцию D. Это пара subject action. Это пара subject action. Все этим понятно? Отлично. Идем дальше. Дальше. Это пара, вернее не пара уже на самом деле, а комбинированный такой критерий. Называется parts of statement. Этот критерий чаще всего работает для client interpretation, который мы чуть позже посмотрим. И он подразумевает в себя следующее. Допустим, команда или еще кто-то говорит о том, что у них есть некий вывод. Они считают, что самоуправляемые автомобили не будут популярны. Это их question fact. because и начинают перечислять. Потому что нет инфраструктуры, потому что машины очень разные, потому что мешают пешеходы. Три вещи они назвали. И вот эти три вещи у нас и будут selection criteria в вопросе. Первая вещь это то, что машины разные. Вторая вещь это то, что пешеходы мешают для self-javing cars. И третья вещь о том, что инфраструктура отсутствует. И потом мы будем выбирать опции на основе того, говорят ли они об этих утверждениях или не говорят. Подтверждает ли опция то, что есть проблемы с количеством населения? Не подтверждает. Подтверждает ли опция утверждение, что у нас есть проблемы с инфраструктурой? Не подтверждает. Подтверждает ли опция вопрос, что у нас здесь первая проблема, какая у нас там первая была? Ну, не важно. Допустим, проблема с костами. Мы ставим крест. Не подтверждает. Соответственно, проходимся по всем опциям. Находим, что D подтверждает проблемы с инфраструктурой. Но не говорит про вот эти другие опции. и в итоге best explains у нас оказывается B, у которого хоть один тик есть а все остальные это крестики по сути parts of statement это пара subject action взята несколько раз то есть утверждением America is growing while rest is flat у нас parts of statement будет America is growing America growing и второй parts of statement это rest is flat вот это, кстати, чаще всего используется когда у нас есть несколько утверждений которые могут подтвердить наш question fact, а могут опровергнуть нужно внимательно их вычитывать в тексте так, следующие два критерия выбора чуть менее популярны но на них тоже стоит помнить на всякий случай третий критерий выбора это value chain или funnel value chain или funnel у нас в тексте или скорее даже на графике будет дан некий процесс допустим стоимость доставки груза из Китая в Европу он будет представлен как цепочка стоимости доставка груза от отправителя в порт обработка в порту обработка в порту отправка морем обработка в принимающем порту доставка конечного потребителя вот такие пять элементов допустим у нас будут обрисованы в тексте нам важно будет понять какие из элементов нам для нас играют роль какие не играют допустим у нас сравнивается три конкурента и нам нужно найти те бакеты в которых разница между конкурентами присутствует она присутствует скорее всего в первых частях то есть доставка в порт обработка в порту отправка морем потому что последние два бакета у всех одинаковые у всех одинаковые принимающие порты у всех одинаковые конечные потребители и это мы увидим даже из таблицы тут будет одинаковые числа и здесь когда у нас будет какой-то вопрос например как сделать так, чтобы наш клиент догнал конкурентов нам нужно будет смотреть на те опции которые бьют в подходящие нам бакеты а подходят нам бакеты первый, второй или третий нам не нужны опции которые бьют в бакет третий или четвертый потому что четвертый и пятый потому что ударяя в эти бакеты мы помогаем всем не только нам но и нашим конкурентам и разница с конкурентами не изменится а разница с конкурентами изменится только если мы бьем в нужные нам элементы value chain поэтому по сути критерий выбора value chain это понять какие элементы value chain нам нужны и убедиться, что опция относится к нужным нам элементам value chain если она относится к ненужным это соответственно крест если относится к нужным это галочка и четвертый критерий выбора это формула формула в чем эта формула заключается пример время это скорость прошу прощения скорость это расстояние деленное на время у нас есть question fact он говорит о том что время скорость автомобиля увеличилась и нам нужно найти опцию которая лучше всего объясняет почему или лучше всего доказывает что это произошло соответственно в опциях допустим будет речь о том что расстояние пройденное автомобилем как-то изменилось и время как-то изменилось и здесь нам нужно выбрать такую пару расстояние и время которые будут приводить к росту скорости допустим для того чтобы скорость росла чисто математически нам нужно чтобы время чтобы прошу прощения расстояние которое прошла машина увеличилось а время не изменилось или уменьшилось либо еще один вариант это время тоже увеличилось но меньше чем расстояние либо то же самое расстояние не изменилось а время сократилось тоже будет говорить о том что скорость увеличилась поэтому если у нас будет вариант ответа первое расстояние которое прошел автомобиль увеличилось а время которое затрачивает автомобиль увеличилось еще больше это пара расстояние время будет говорить об обратной тенденции которая нам не подходит не объясняет наш наш квашенфакт а если же будет пара которая говорит что расстояние увеличилось а время уменьшилось отсюда чисто математически следует что и скорость должна была увеличиться поэтому мы делаем вывод о том что вот эта опция нам подходит здесь есть один небольшой трюк связан он с процентами частями целого допустим нам нужно сказать нам нужно доказать что некая часть целого x растет для того чтобы это произошло x процентов растет нам нужно либо доказать что вот эта сама доля растет либо нам нужно доказать что доля обратной есть сто процентов минус x сокращается допустим у нас есть перемен затраты на труд и нам нужно доказать что доля затрат на труд увеличивается это можно сделать так что мы действительно доказываем мы действительно работаем с затратами на труд и какой то ищем утверждение которое объясняет что затраты на труд увеличились либо нам нужны untuk утверждения которые говорят чтобы все остальные затраты уменьшились. Допустим, у нас была какая-то программа по оптимизации костов, которая порезала все остальные косты. Тогда, опять же, чисто математически затраты на труд должны увеличиться. Просто потому, что доля увеличилась, хотя в абсолютном значении они не изменились. Вот этот подвох, который тоже может встретиться в тесте. Казалось бы, тут wrong subject, wrong trend, но они приводят за счет формулы к правильному subject и к правильному тренду. Понятно это? Да, да, да. Отлично. Так, и здесь есть еще четвертый шаг, который иногда помогает определиться с подходящими нам опциями. Это why question fact because option x Это, казалось бы, просто логическая подстановка, которая никакого особого трюка не несет в себе. Но есть варианты вопросов, в которых подстановка логическая, проще и понятнее работает, чем критерий выбора. Допустим, у нас есть некое утверждение о том, что нам необходимо уволить сотрудников. нам нужно найти подтверждение тому, что необходимо уволить сотрудников. И, допустим, первая опция, которая пытается это подтвердить, говорит о том, что все сотрудники разные и некоторые работают хуже, чем топ-перформеры. Эта опция подтверждала бы необходимость увольнения сотрудников. Нет. Нет. Почему? Он говорит, да, нет. А вопрос, как звучало у нас? Нам необходимо уволить сотрудников, и нужно найти причину, которая объяснит, почему необходимо. А, да, тогда да, да. Тогда соответствует вообще. Нет. Нет, кстати, это не объяснение. Знаешь, почему? Потому что это очевидно, что все люди по-разному работают, кто-то более эффективный, кто-то менее эффективный. И до тех пор, пока люди приносят пользу, то есть предельный продукт, который тебе приносит человек, выше, чем предельные затраты на него, тебе выгодно с ним сотрудничать. Тебе не нужно его увольнять, даже если у него предельный продукт меньше, чем у топ-перформера. То есть здесь вопрос, на него, кстати, легко ответить, если подставить вопрос, ответ. Почему нам нужно уволить людей, потому что не все работают одинаково, кто-то хуже, кто-то лучше. Нет, это не причина. Это тоже, как бы, если воркутство чтобы найти причину, то это может быть причина. Просто это, наверное, не рационально. Ну, может быть, но здесь нам в тесте нам нужно все рационально находить. Здесь только рациональные причины будут. Здесь не будет каких-то общих. но, однако же, если у нас будет опция, которая говорит о том, что у нас на всех недостаточно денег, в этом случае это действительно сильная причина для того, чтобы увольнять часть людей. Потому что у нас не хватит денег просто на работу компании. И это, опять же, легко проверяется и это разумно. Да, разумно. Либо мы увольняем кого-то и продолжаем работать, либо мы не увольняем, мы разоряемся все. И это здесь очень даже помогает нам с 3-х. Так, это premise. Есть вопросы какие-то? мы разобрались с premise. Следующий шаг у нас это fact. И fact, напомню, это подсчеты. Как бороться с подсчетами? Первый шаг такой же, как и в других типах вопросов. Нам нужно прочитать вопрос. и из вопроса нам нужно по максимуму выудить информацию. Собственно, то, о чем я уже говорил. Subject action. Когда? Где? Когда? Ну, прочие какие-то детали. Нам нужно понять по направлению вопроса. Best. Но чаще всего это best. Нужно best approximates, например. и нам нужно понять references. Вот здесь references нам очень могут облегчить жизнь, потому что они нам скажут, что нужно искать ответ в table one, one, exhibit, two, и так далее. всегда пытаемся всегда пытаемся себе облегчить жизнь вот этими references. После того, как references нам даны, когда мы вопрос прочитали, мы идем и делаем шаг транзакция get the data. Мы достаем данные. get the data. это это собственно то же самое, что я объяснял в самом начале, когда мы читали текст, и особенно когда мы смотрели на exhibit и таблицы, но здесь полезно это еще раз повторить, потому что это очень важная тема. Что нам нужно выводить из exhibit и таблиц? Нам нужно выводить название и вообще название переменных, о которых идет речь, titles или legend, это часто legend еще бывает, нам нужно выводить единицы измерения, units of measurement, нам нужно выводить что нам нужно еще выводить? Нам нужно выводить связи между частями графика, связи между разными графиками, links between graphs, и еще одна вещь добавляется, которую нам нужно достать, это вещь называется переменные. Нам нужно понять, какие у нас переменные есть, и чему они равны. Допустим, у нас есть переменные косты, нам нужно понять, косты у нас есть какие, постоянные переменные, переменные на что бьются, на какие подсегменты, из чего состоят постоянные, все эти числа для себя ввести, понять, где они находятся, потому что на следующем шаге мы их будем использовать. И когда вот эту всю информацию мы собрали в кучу, мы поняли, где нам что понадобится для решения вопроса, мы идем дальше и пытаемся решить. И пытаемся мы сначала решить быстро. Особенно это работает в случае estimation, если сильно отличаются варианты ответа друг от друга. То есть что мы сделаем? Мы сделаем здесь подстановку, подставляем вариант ответа, либо пытаемся как-то быстро прикинуть на пальцах, какой будет ответ. Если там сильно отличается, опять же, 10, 50, 100. Если мы можем это сделать, прикидываем, находим ответ, все. Отлично. Мы его выбираем, двигаемся дальше, не тратим больше времени. Если мы понимаем, что быстро решить не получится, подстановка, допустим, не срабатывает и придется считать, то у нас на самом деле здесь есть выбор. Либо мы можем делать educated guess, то есть за счет быстрого решения, я напишу elimination, мы какие-то опции смогли откинуть, потому что они совсем нерационально слишком большие. Допустим, рост в 50% в год это слишком много, мы его отбросили. Но у нас остались еще две опции, между которыми мы не можем выбрать на основе быстрых подсчетов. Нам нужно делать подсчеты детальные. У нас есть выбор. Либо не тратить время дальше, а угадывать из двух опций, какая же нам подходит. И так мы делаем, если у нас мало времени, если мы отстаем от графика. Потом можем вернуться. либо решать уже детально. Если мы решаем решать детально, вот как мы это делаем. Здесь тоже есть смысл использовать, понимать, что ты делаешь, применять какую-то стратегию, как, собственно, везде в консалтинге. И первая часть, уже solution, я пишу solution, это понять, как мы считаем. нам нужно понять, какую формулу мы будем использовать для подсчета, какую общую формулу, либо откуда берется равенство в уравнении, откуда берется знак равенства. Чаще всего он берется, допустим, из утверждения, что revenues равно косты плюс profit, либо если мы break-even profit у нас нет, то просто revenues равно косты. Вот в такой форме мы для себя либо на бумаге, либо себе в голове записываем, что вот, уравнение у нас должно быть вот таким. Из него мы будем строить уже что-то более детальное. То есть, казалось бы, записать его просто, но вот этот знак равенства, его установка знака равенства, понимание, откуда оно берется, очень важно, потому что дальше потом навешать детали на revenue, на косты не очень сложно. И это и есть наш следующий шаг. Мы вспоминаем те данные, которые мы взяли на этапе get the data, и мы эти данные вставляем в косты и в revenue. То есть, допустим, у нас revenue распадается на price times quantity, и, допустим, у нас есть три типа продукта, у нас есть price one times quantity one, plus price two times quantity two, plus price three times quantity three. расписали revenue, точно так же расписываем costs, и у нас уже получается такая большая-большая формула или уравнение. После этого мы делаем simplification и доходим до какого-то уровня, когда мы уже можем угадать ответы, допустим, там, две тысячи или там полторы тысячи х равно не знаю, двум тысячам. Нам уже отсюда даже не нужно высчитывать точный х. Вот на этом этапе мы уже можем сказать, что х должно быть больше одного, но меньше двух. поэтому, если у нас есть вариант ответа один, два, три, либо, так, а правильно здесь вариант ответа, два поделить, два поделить, 20 поделить на 15, то же самое, что 4 поделить на 3, это получается 1 целая, 1 треть. Окей, но вот это 15 секунд, которые я потратил на подсчет, они даже не нужны, мы знаем, что ответ не 1 и не 2 и точно не 3, следовательно, ответ вот он, и все. Здесь еще легкая формула, если формула будет сложнее, то подобные рассуждения нам еще больше времени сэкономят. И это и есть наш четвертый шаг, выбрать ответ. Здесь, казалось бы, все очевидно, но выполнение вот этих шагов, особенно вот этого и вот этого, очень сильно жизнь облегчает. Поэтому советую о них помнить, а не пытаться сразу брать и считать ответ, потом посчитать какие-то там трехэтажные дроби, понять, что запутался, не понимать, почему запутался и потратить 5 времени и найти правильный ответ. Вот это точно нужно делать, если понимаешь, что потратишь 5 минут, лучше не тратить время вообще и не решать и угадать ответ. Но сэкономить 5 минут. А если ты понимаешь, что ты хочешь потратить 5 минут, то решать надо правильно и не тратить время на неправильный подход, который, кажется, экономит время. С этим понятно? Так, это с точки зрения подсчетов все, разве что расскажу еще две полезных вещи. Первая вещь это правило 72. Знаешь ли ты правило 72? Это насчет того, когда откупится что-то, да? Что-то удваивается. Что-то удваивается, да. Допустим, у нас что-то растет на x процентов в год в течение y лет и удваивается. Из этого следует, что x на y равно 72. Допустим, мы знаем, что y у нас равно я не знаю 12 и нам нужно найти за сколько, какой процентный рост должен быть, чтобы удвоение произошло за 12 лет. Мы берем 72, делим на 12, находим 6. Это правило также работает, когда растет не абсолютная величина, а доля. Допустим, у нас есть компания A, которая растет со скоростью 3% в год и у нас есть ее подразделение A малая, которое растет неизвестно сколько процентов в год. И мы хотим, чтобы доля компании A малая удвоилась за 10 лет. решается это несложно, но здесь в вот в этой скобке мы будем писать не 1 плюс x процентов, а 1 плюс x минус 3 процента в степени 10 равно 2. Отсюда x минус 3 умножить на 10 равно 72, x минус 3 равно 7 точка 2, x равно 10 точка 2 процента. Логика такая же, как когда мы сравниваем скорость. Допустим, я бегу со скоростью 10 км в час, а собака бежит со мной со скоростью 15 км в час. Собака догоняет меня со скоростью 5 км в час. 15 минус 10. Здесь то же самое. А компания А малая, если она растет на x процентов в год, то она догоняет компанию А большое со скоростью x минус 3 процента в год. А догоняет и означает, что увеличит свою долю. Поэтому такой подход правил 72 работает не только для абсолютных значений, но и для частей целого. Это первое интересное замечание правило 72. Второе интересное замечание тоже связано с подсчетом сложного процента и оно называется Compound Margin. Знаешь ли ты Compound Margin? Совершенно нет. Окей, я рассказываю. Compound Margin это по сути разложение вот такой записи 1 плюс x процентов в степени y как бином Ньютона. То есть мы можем записать, что 1 плюс x процентов в степени y это все равно что 1 плюс x процентов умножить на y плюс еще что-то. И это что-то называется Compound Margin. Пример. Если у нас что-то растет на 3 процента в год в течение 10 лет, мы можем либо посчитать вот это число 1 плюс 3 процента умножить на 1 плюс 3 процента умножить на 1 плюс 3 процента и так далее до 10 и потратить на это много времени либо мы можем записать это как простой процент 1 плюс 3 процента умножить на 10 плюс Compound Margin соответственно 1 точка 3 плюс Compound Margin плюс еще что-то. Согласен? Да Тогда получается что мы очень упростили себе подсчет но у нас остается вот этот вот товарищ Compound Margin нам нужно понять что с ним делать Делать с ним не так уж сложно что потому что у него есть два интересных свойства Первое свойство Compound Margin в том что если x и y малы то и Compound Margin тоже очень мало то есть если x принадлежит отрезку от минус 5% до 5% а y от 2 до 10 то Compound Margin меньше 10% пунктов ну на границе 5-10 он становится 13% пунктов на самом деле но это все равно очень мало и поэтому им мы часто можем пренебречь то есть в этом случае мы посчитали что рост будет 1,3 плюс что-то там и вот это что-то там будет очень небольшое допустим это где-то 5% пунктов то есть получается что это примерно равно 1,35 и вот мы нашли уже неплохое округление для вот этого сложного числа однако если x будет очень большим там 20% например и y будет большим то Compound Margin может достичь и 200% и 1000% и вообще сколько угодно поэтому если x и y большие эта штука не работает но чаще всего вопросы будут где x и y малы и поэтому это все работает прекрасно второе свойство которое не зависит от размера x и y заключается в том что Compound Margin всегда больше нуля и это важно выполняется даже если x отрицательный то есть если у нас не Compound Growth а Compound Decline что из этого следует если x больше нуля то 1 плюс x процентов в степени y больше чем 1 плюс x процентов умножить на y то есть мы выросли больше чем если бы мы росли за счет простого процента это понятно это достаточно очевидное свойство интересное свойство другое что если x меньше нуля то неравенство будет точно такое же 1 плюс x процентов в степени y больше чем 1 плюс x процентов умножить на y то есть падение наше будет не такое глубокое за счет Compound Margin потому что вот этот Compound Margin нас амортизирует то есть если мы вдруг захотим упасть до уровня который мы бы достигли за счет Simple Growth вот до этого уровня нам придется падать на большее число нам придется падать не на x процентов а нам придется падать на какой-то z процентов который больше чем x и вот это свойство нам уже помогает решать некоторые задачи потому что мы можем очень просто прикидывать подходящие нам ответы и не рассматривать неподходящие с этим понятно? да супер так таким образом мы покрыли часть фактов дальше нам предстоит conclusion в conclusion часть теории я уже рассказал про то что conclusion может быть true false и unknown и я думаю что самое главное при решении вопросов conclusion это две вещи первое нам нужно понимать вот это отличие true false unknown то что я рисовал с ноликом единицами и второе нам нужно понимать про что нас спрашивают best не 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 best list здесь это true или false или can cannot be included я бы сказал что вот эти самые важные вещи если бы тебе нужно было запомнить только две вещи а conclusion нужно запомнить вот эти две вещи теперь как решать подход достаточно несложный и он следует из того что мы здесь написали опять читаем вопрос но вопрос будет достаточно простой в нем нам лишь нужно понять направление true или false или что у нас требуется но это очень важно то есть вопрос будет звучать which of the following statements is true или which of the following statements can be concluded from exhibit 1 информации немного в таком вопросе самое главное это that direction как только мы с ним разобрались и мы его не забыли мы сразу можем двигаться дальше и потом держать его всегда в голове а дальше мы читаем опции но читаем опции как мы по максимуму фокусируем наше внимание на конкретные опции и нам нужно сделать про нее суждение знаем ли мы что это true что это false что это unknown либо это слишком сложная опция мы ее пропускаем но при этом если мы можем определить какая-то опция допустим это опция true а нас и спрашивают что опция true или false мы можем сказать что нужно найти опцию которая является true мы просто true это нам будем мы говорим вот мы нашли подходящую опцию которая является ответом для данной задачи и другие опции уже не читаем мы просто не смотрим их нам важно фокусироваться на каждой опции внимательно и детально но при этом важно забивать на другие опции когда мы уже поняли что мы ответили на вопрос то есть мы экономим время не за счет того что мы быстро опции пробегаем а за счет того что мы детально смотрим про каждую опцию но потом уже мы можем точно сказать что вот мы сделали верное решение и другие нам уже не нужны нам не нужно себя страховать ой может быть я ошибся дай-ка я еще проверю не надо это делать уже здесь мы делаем уже вывод и опять подход к чтению опции такой же как до этого обсуждали easy first мы читаем опцию если понимаем что ее сложно считать мы ее не считаем мы ее пропускаем ставим знак вопроса вполне возможно все остальные опции легко просчитаются и тогда по остаточному принципу вот эта опция окажется верной либо мы найдем наоборот опцию которая является верной соответственно поставочный принцип эта опция была неверной нам и не нужно было ее считать опция специально построена таким образом чтобы возможно пришлось считать долго поэтому всегда старайся считать легкие опции а не сложные когда мы считаем каждую опцию нам нужно понять если уж не обвести в тексте то хотя бы в голове себя определить почему это опция true false или одно ну почему true false мы можем найти fact base на одно мы не можем найти то есть на третьем шаге мы пытаемся понять почему мы сделали вывод про то что опция является таковой true или false где находится тот факт который является подтверждением для такого вывода что это мы не додумали себе в ответ что на основе логики или здравого смысла там эта опция верна а мы конкретно можем сказать что вот сидит этот факт вот здесь написано про каждого из пяти сотрудников и про каждого написано что они работают меньше 40 часов в неделю соответственно вывод про то что все работают меньше 40 часов в неделю подходит нам это важно потому что мы можем додумать а окей ну написано про трех инженеров и финансиста ну наверное и SEO работает меньше 40 часов в неделю не человек что ли а тогда думать нельзя если это не написано значит мы про это не знаем значит это unknown никаких выводов на здоровье здравого смысла делать нельзя так из точки зрения fact based conclusion это все соответственно дальше мы уже делаем ответ супер есть ли здесь какие-то вопросы прекрасно в таком случае сейчас мы рассматриваем последние типы вопросов это очень просто и потом мы сможем посмотреть тест что у нас осталось у нас осталось то что я называю last 13% это действительно получается 13% ну и плюс 13% красивое число поэтому использую в лекциях какие здесь есть типы вопросов здесь есть client interpretation здесь есть recommendation и здесь есть формула вернее формулу и формула решаются они предыдущими типами всеми которые мы рассмотрели решаются решаются так же как решается premise где selection criteria это parts of statement нам нужно нам нужно прочитать утверждение которое говорит SEO разбить его на отдельные части и сказать что вот три элемента три утверждения которые говорит SEO смотрим подтверждается ли первое утверждение в опции подтверждается ли второе утверждение в опции подтверждается ли третье если все подтверждаются окей наш лучший ответ Если подтверждаются не все, но в других еще меньше, все равно наш подходящий ответ. Смотри, если вопрос звучит так. Which of the following ideas would best address the concerns of this SEO? Что опции должны давать? Они должны резюмировать проблему SEO? Еще раз повторить глагол, который ты используешь? Address. Address. Адресовать. А, да, да, здесь, наверное, в смысле, что которые решают... Правильно. Правильно. Ты абсолютно прав. Address. Нужно начать решать проблему, а не перефразировать ее. И, скорее всего, там будут такие варианты ответа, которые действительно перефразируют проблему, но они ее не решают. А тебе нужно будет найти такую опцию, идею, которая будет говорить, что, окей, господин SEO, не парься, потому что... И вот эта опция, потому что все нормально. И это и есть правильный ответ. Это address. На этом очень многие люди попадаются, но особенно те, кто английский похуже знает. Я думаю, это, конечно, не твой вариант, но, тем не менее, стоит об этом помнить. Кстати, client interpretation, их порядка... Сколько? Порядка 10% вопросов, кстати. Дальше формулы. Формулы, их порядка 2-3%, немного. Решаются они точно так же, как решается fact, word problem, но когда нам не нужно ничего подсчитывать. Word problem, no computation. Иногда мы можем легко решить этот вопрос, когда нам достаточно посмотреть на единицы измерения и понять, что опции отличаются по единицам измерения, мы поймем, какая нам нужна, и все, мы можем формулу не составлять. Либо бывает, что формулы отличаются тем, что, допустим, в двух формулах е или какой-то другой переменной идет в знаменателе, а в двух формулы в числителе. И мы понимаем, что е должно идти в числитель, а не в знаменателе. Сразу две опции мы отбрасываем, остаются еще две. И здесь уже нам гораздо легче составить формулу из двух опций. Либо мы можем даже угадать. Если не единица измерения, и если вот такие вот различия, которые мы можем там логично сразу увидеть, не работают, то нам нужно составлять формулу, точно так же, как мы делаем ее в Fact. То есть мы сначала берем стратегию, пишем такую очень generic формулу или уравнение, расписываем детально на основе переменных, на основе данных, которые у нас есть, и делаем линейные трансформации, чтобы ее привести к нужной опции. Но считать уже даже ничего не нужно. То есть оставим ее в буквах. Это что касается формул. Теперь, что касается рекомендаций, рекомендации решаются как premise тоже, но здесь два selection criteria. Первый – это efficiency или efficiency slash efficacy. это способность в целом достигать результата, а efficiency – способность достигать результатами наименьшими ресурсами. И то, и другое нам важно. И вторая часть – это risk. Если мы даем рекомендацию, нам нужно, чтобы риск, эта рекомендация была наименьшей. Если две опции одинаково эффективны, но одна из них более рискованна, вторая – менее, выбираем ту, которая менее. А по-другому что тут разумевается? Ну, то же, что разумевается просто в бизнесе. То есть, допустим, мы можем потерять какой-то бизнес, мы можем потерять какого-то клиента, мы можем потерять еще что-то такое, это понятно будет из опции. Это, кстати, тоже сейчас будет в примере. И тогда мы просто выбираем такую опцию, которая не заставит нас ничего терять. И все, и вот на основе вот этих двух критерий выбора мы как раз и выбираем рекомендацию. Это понятно? Да. Отлично. В таком случае мы можем начать решать вопросы из теста. Да, вот это тот тест, который ты не посылал, да? Да. Я его решил, но перед половиной забыл тебе послать его. О, ну хорошо. Да не страшно. Хотя, знаешь, если бы ты мне послал его, я мог бы тебе какой-то фидбэк попробовать дать. У меня же есть материалы, я знаю, как другие люди, которые проходили тесты, не проходили, решали. И я могу сравнить твой перформанс с их перформансом. То есть, если бы прислал, было бы полезно, но не прислал, ладно, ничего страшного. Итак, вот мы берем тест. А, 12-й год. Открываем. У нас текст с таблицей, прошу прощения, и у нас есть график. Но пока на них мы не смотрим. Мы читаем вопросы. У нас есть 4 вопроса. Первый вопрос, мы видим, что он про SEO. Нам нужно понять, что говорит SEO, и нам нужно понять, какой сценарий ему подойдет. Окей, нам нужно понять, что говорит SEO. Запомнили, нам понадобится SEO. Второй вопрос. Which of the following measures you've done alone would definitely not help address the objectives of the SEO? Вот, кстати, и address, про которую мы вспоминали. Окей, нам нужно будет найти objectives of the SEO, и нам нужно будет запомнить отрицание, not address. Не поможет решить проблему. Так, третий вопрос. Which of the following is valid based on the date in table 1? Окей, это conclusion. Здесь нам нужно будет считать, скорее всего, и делать выводы. Но нам уже, здесь есть reference, table 1. Нам нужно будет смотреть в table 1. Нам не нужно все смотреть. Нам достаточно смотреть в table 1. Потом, четвертый вопрос. Which of the following values is the best estimate of kosher's revenue in year 1? Under scenario C. Окей, нам нужно будет что-то посчитать. Это факт. Опции достаточно сильно отличаются друг от друга, заметь. 441 миллион, 495, 549, 603. Скорее всего, мы можем прикинуть. И нам не нужно будет это детально считать. Супер, это сэкономит нам время. Итак, теперь мы можем посмотреть текст. Читаем. Коша Фрэнкс, the company that sells her dogs out of packet mint, such a salami, who were already sold. Окей. Это общее описание бизнеса Коша Фрэнкс, что они продают. И где они продают. Второе абзац. Customers are like grocery stores change. Окей, кто у нас клиенты? Как формируется цена? Что-то про цены сказано. Volume to be purchased. Окей. Видимо, цены зависят от объема. Опять. Как-то люди себя, наши customers, ведут себя в зависимости от цены. Не знаю как, пока нам не важно. Главное, что второй абзац говорит о customers, и он говорит о ценах. С этим понятно? Окей. Дальше у нас есть таблица. Окей, о чем таблица? Таблица у нас о revenue и revenue growth для Коша Фрэнкс, recent, не так давно. И, окей, действительно мы видим два столбца, revenue this year в миллионах долларов и средние темпы роста, по сути, CAGR за последние пять лет. И у нас есть четыре строки, и эти четыре строки, судя по всему, отдельные сегменты бизнеса. Окей, запомнили это. Потом, следующий абзац. Окей, что тут связано про качество и связано с сравнением нас с конкурентами? Мы лучше, чем конкуренты. Окей, запомнили. Этот абзац про качество. Предпоследний абзац. Family business. Poor sales growth. Company was equal. Окей, мы плохо росли, нас кто-то купил. Не уверен, что это релевантно. И последний абзац про SEO. О, вот здесь нужно будет понимать, что говорит SEO. Окей. Мы проанализировали тексты WS, и теперь смотрим график. Здесь есть сценарий. Сценарий выручки. Growth of cautious sales over the next five years. Окей, там у нас были предыдущие пять лет, а это следующее. Это, видимо, как выручка может изменяться. И она может изменяться по четырех сценариям. Один прям очень-очень высоко она вырастет, а другие три примерно одинаково, но по разным траекториям. И у нас есть пять лет, и у нас есть индекс. За 100% мы взяли нулевой год, а все остальные, они в разы больше, чем на нулевой год. Окей, везде у нас есть рост, нигде сокращений нет. Все, этого достаточно. Теперь мы можем отвечать на вопросы. Первый вопрос. According to the CEO of Koshy Franks, which of the scenarios presented in Exhibit 1 would satisfy Food Inc.'s requirements? Окей. Важно для нас это CEO, Exhibit 1 и requirements. И здесь нам нужно понять question fact. Что же это за requirements такие, которыми нам нужно удовлетворять? Exhibit 1 мы поняли, где он находится, что на нем представлено, на нем представлено сценарий. Нам нужно выбрать между ними как. Теперь мы идем в текст и пытаемся найти requirements. Мы знаем, что requirements seal прячутся в последнем абзаце, потому что только там что-то говорится про seal. В других абзацах нет ничего про seal. Окей. Здесь мы можем инвестировать немного времени и потратить его на прочтение этого абзаца. The CEO of Koshy Franks has asked a McKinsey team to help identify ways to improve sales. Sales growth while maintaining good levels of profitability. О, интересно. То есть нам нужно увеличить выручку, а profit margin оставить на текущем уровне. Окей. Но это пока вряд ли касается requirement для сценария, потому что везде у нас есть рост выручки в каждом из сценариев. Если был бы где-то decline, мы могли бы сразу сказать, окей, вот эта выручка, эта опция не работает. Но везде здесь есть growth. То есть это предложение нам пока не помогает. Читаем дальше. He states that a 10% annual sales growth should be the target. Окей. 10% в год. Из этого мы уже что-то можем выбирать. Давай читаем дальше. In five years time, he wants to be able to look back and see an annual sales growth of 10% or more for each of the previous two years. Of Koshy Franks, that will no longer be part of footing. Угу. Вот это и есть критерий как раз. Вот эта фраза. In five years time, he wants to be able to look back and see an annual sales growth of 10% or more for each of the previous two years. Окей. Получается, что selection criteria здесь – это рост между третьим и четвертым годом на 10% или больше. И рост между четвертым и пятым годом на 10% или больше. Теперь мы можем анализировать каждый сценарий. Сценарий A. Так, в третьем году он составил где-то 129%, а в четвертом – 135%. Для того, чтобы вырасти на 10%, ему нужно прибавить к третьему году 129% плюс 12,9% плюс 13%. То есть в четвертом году он должен составлять где-то 140%, а он 135% не подходит. А нам не подходит. В третьем году он составляет где-то 115%, а в четвертом – 125%, 126%, может быть, 125%. Окей. Для того, чтобы в третьем году увеличиться… Аня, прошу прощения, я смотрю на сценарий D. Сценарий B. В третьем году он составляет 105%, в четвертом году он составляет 115%. Для того, чтобы увеличить от 105 до даже 116%, нам нужно прибавить 10%. 10% от 105% – это есть 10,5-11% примерно. И мы добавляем 115%, и мы добавляем 115%, и это есть его значение в четвертый год. Окей, пока нам опция B подходит. Смотрим ее в пятом году. Ее уровень 130%, а уровень в четвертом году – 116%. Если мы прибавляем 10% от 116%, мы прибавляем 12% пунктов. То есть, 116 плюс 12 – 128, а у нас 130. И здесь B подходит. Отлично. Значит, B подходит. C и D мы не смотрим. Да. Мы смотрим только B. B – наш ответ. Двигаемся дальше. Which of the following measures, if done alone, would not help address the objectives of the CEO? Смотрим опять, какие objectives of the CEO. Насколько ты помнишь, он хотел revenue увеличить, а profit оставить на том же уровне. Identify ways to improve sales while maintaining good levels of profitability. Окей. У нас первый selection criteria – это рост выручки. Второй selection criteria – это хороший profit margin. Читаем опции. Первое. Lowering the price of select kosher francs products. Окей. Как это повлияет на выручку? Выручка – это цена умножить на количество. При прочих равных количество не меняется, а цена сокращается. Соответственно, прайс на quantity будет меньше, соответственно, выручка сокращается. А нам надо выручку увеличить. Соответственно, A нам не поможет. Так, и тут это definitely not help address. Здесь сомнений нет. И даже несмотря на то, что это premise вопрос, где мы обычно читаем другие опции, здесь нет необходимости читать другие вопросы, опции, потому что чисто по математической формуле A нам не поможет. И мы двигаемся дальше. Третий. Which of the following statements is valid based on the date in table 1? Окей. Это conclusion, где требуется подсчет. И у нас, по сути, каждая из опций – это мини-задачка, с которой нужно нам справляться как-то. Пробуем. Пробуем опцию A. Revenue for other products was more than 20 million dollars five years ago. Смотрим на table 1. Other products. Сейчас это 12… 15 миллионов. Пять лет назад это было сколько-то, чтобы рост у нас был минус 7%. Если честно, считать это, ну, тяжело, не так-то просто. Я помню, что я считал это, я поставил, я предположил, что пять лет назад было 20, ну, и сделал пять шагов назад. Угу. Что было, да, что заняло некоторое количество времени. Да, смотри. Это правильное решение, я бы тоже так это решал. Но здесь я предложил бы эту опцию пропустить. Потому что это займет время. Сразу видно, что это займет время. Хотя бы придумать, как это решать. Поэтому давай ставим вопрос на эти цифры, на этой опции, двигаемся дальше. B. Hot Dog Revenue was more than 350 million five years ago. Hot Dog Revenue. Так, сейчас это 366 миллионов. Мы росли на 4% в год. То есть мы выросли, если использовать наш Compound Margin, больше, чем на 4,2 умножить на 5, больше, чем на 21%. Если мы отнимем 20% от 360, вернее, поделим, по сути, 360 на 120, мы увидим, что уровень был меньше, чем 350. Уровень был порядка 300 миллионов. А то и меньше. Да. Даже меньше, даже меньше, чем 300 миллионов. Поэтому... Я знаю, что бы на это ответил. Я посмотрю, что если бы... Если рост в 4%, и 5 лет назад было 350, то 4% от 350 это уже очень много. Да. То есть сегодня было бы уже, значит, более 100. Да, да, да. Так тоже можно считать, и это быстро прикинуть как раз. Потому что тут делить ничего не нужно, и тут мы умножаем. Да. B это false. Смотрим. Смотрим. Слайсed meat в среднем рост на 1,2%. В среднем ничего не говорит о конкретных значениях. Поэтому это точно false. И D, total sales for kosher francs did not grow at all in the last five years. Смотрим. Мы видим, что тут есть два... Что тут есть один очень большой бакет, который рос, который больше, чем все остальные вместе взятые. Поэтому нам не важно, что делалось с другими бакетами. Нам важно, что самый крупный рос. Поэтому мы делаем вывод, что D это false. Поэтому получилось, что B false, C false, D false по остаточному принципу A true. Мы A не считали. Но мы все равно говорим, что A это true. Обводим его и двигаемся дальше. В четвертый. Which of the following values is the best estimate of kosher revenue in year 4 under scenario C in exhibit 1? Окей. И это вопрос на подсчеты, где опции достаточно далеко отстают друг от друга. Поэтому мы, скорее всего, можем легко его посчитать. Как-то прикинуть. Нам нужно найти выручку в четвертом году. У нас есть текущая выручка. То есть нам нужно взять текущую выручку и умножить на прирост, который произойдет за 4 года в сценарии C. Текущая выручка. Смотрим. 366 плюс 65 плюс 55 это где-то 480. 480 с чем-то плюс 15. Это где-то 495 500. Мы здесь можем округлить, потому что опции сильно отличаются друг от друга. Говорим 500. Окей. Запомнили, что текущая выручка у нас 500. Сценарий C. Четвертый год. 120 процентов. О, как они удачно подобрали цифры. 120 процентов. То есть нам нужно 500 умножить на 1 и 2. 500 умножаем на 1 и 2. Получаем 600. Смотрим опции, только D близко к 600. Все остальное гораздо меньше. Поэтому наш ответ D, а другие мы не смотрим и двигаемся дальше. С этим понятно? Да. Отлично. Да. Отлично. Которые подряд идут. И эти вопросы мы смотрим. 5. Which of the following statements if true would best support an argument against implementing the price reduction campaign in Los Angeles? Окей. Это if true, это вопрос premise. И нам нужно найти аргумент against price reduction in Los Angeles. Запомнили? Да. Шестой вопрос. Average profit in dollars per hot dog made by Koshy Franks before implementing this campaign. Окей. Нам нужно что-то посчитать. И нам нужно найти среднюю прибыль на hot dog. То есть нам нужно найти всю прибыль. И нам нужно найти количество hot dog. И поделить среднюю прибыль на количество hot dog. Седьмой вопрос. Fullink requires all marketing campaigns to pay back the initial investment within first year. What percentage increasing the number of hot dogs sold would be required in the first year for the Los Angeles price reduction campaign in order to pay back the advertising investment? Окей. Это broad problem. Здесь нужно будет составить уравнение и решать. К сожалению, это не очень быстро. И возможно, мы это даже пропустим. Окей. Теперь мы можем посмотреть, какие данные у нас есть новые. Смотрим бокс на пятой странице. The team decides to focus on the all beef hot dog product category. Окей. Мы выбрали какой-то сегмент. The team decides it's worthwhile to investigate Koshy Franks customer consumer base for this category. Окей. Здесь это не сильно нам помогает. Это просто такой линк в тесте, который нам объясняет общую логику. Но при этом не важен для вопроса. Смотрим текст, который приведен с bullet point. Что здесь есть? Potential impact of different types of marketing efforts on sales of Koshy Franks hot dogs. In particular, the idea... Окей. Здесь какой-то есть marketing effort. И он в чем-то выражается. И, скорее всего, ниже идет описание этого marketing effort. 5% retail price reduction coupled with mass media advertising of the reduction, especially if it is known to be more price sensitive. Los Angeles, an example of these seas, and the team decides to estimate the potential. The head of sales, Koshy Franks, gives you the following information. Окей. Вот эта информация, которую мы будем анализировать, когда нам она понадобится на этапе get the data. Вот она, data, которая нам понадобится для какого-то вопроса. Наверное, для составления уравнений. Пока что не будем в нее детально лезть, потому что все равно не запомним. Пробуем отвечать на вопросы теперь по порядку. Пятый. Which of the following statements, if true, would best support an argument against implementing price reduction campaign in Los Angeles? Окей. Почему мы вообще можем отказаться от какой-то campaign, от какого-то действия? Если оно не приведет нас к целям, которые у нас заявлены. Цель это у нас увеличить выручку, при том, что profit margin у нас должен быть на хорошем уровне. То есть, скорее всего, наша selection criteria будет опция, которая говорит о том, что выручку мы не увеличим. Либо, может быть, немножко увеличим, но потеряем profit margin. Давай попробуем, посмотрим опции, так ли это, и сработает ли это selection criteria. Опция A. Consumers purchase kosher friends hot dogs because they believe they taste better than other hot dogs and are made from fresh ingredients. Окей. Из этой опции следует, что вообще цена никак не фигурирует. Цена здесь, оказывается, не нужна. То есть, она, эта опция нам не релевантна, она не может быть аргументом, потому что она просто ни при чем. Опция B. Kosher Franks has never used the price reduction marketing strategy on hot dogs in the hundred years of its existence. And many of senior management would feel that such a move would not suit the brand values. Окей. Ну, эта тема полезна была бы там для корпоративной политики и понимания, как это все потом реализовать и как построить отношения с исполнителями. И в реальной жизни она бы, может быть, аргументом и была. Но здесь у нас кейс теста, где нам нужно рассуждать чисто логически на основу фактов. То, что такого раньше не было, мы такого раньше не делали, это не то, не аргумент, вернее, это слабый аргумент против какой-то новой маркетинговой идеи. Потому что, ну, мало ли, что мы раньше это не делали, много чего раньше не происходило. Раньше мы не работали на компьютерах, и раньше у нас не было сотовых телефонов. И вполне возможно, это напрягало кого-то из менеджмента Коша Франкс. Но здесь нам придется get used to it. То есть, окей, это проблемно, но это не обязательно плохо. Поэтому я бы пометил себе небольшой вопросик над B, но в целом сказал бы, что в принципе не такой же это аргумент. Читаю 10. Из этого вопроса мы понимаем, что есть всего один премиальный хот-дог, и это Коша Франкс. И есть всего один mid-range хот-дог. То есть, получается, что сейчас у нас нет конкуренции. Сейчас мы премиальный хот-дог. Однако, если мы снижаем цену, мы начинаем конкурировать в mid-range, и у нас появляется конкурент. Раньше у нас конкурента не было, теперь у нас конкурент появился. Появление конкурента – это практически всегда риск для выручки. А поскольку мы заявили, что выручку нам надо увеличить, мы не хотим, чтобы появился какой-то риск для нашей выручки. Мы хотим, чтобы увеличилась выручка с максимальной вероятностью. Поэтому здесь C – это большой риск для выручки. И мы говорим, что да, это аргумент, действительно, который может нам все испортить. Поэтому C, скорее всего, нам подходит. Но на всякий случай, прочитаем D, потому что, может быть, это будет best support, оцене такой сильный. Читаем D. Сокращение выручки для нас – это плохо. То есть, в целом, это было бы релевантно, если бы это был наш продукт. Да, нам не было pickles. Но здесь продукт pickles. Нам нигде в тексте не сказано, что pickles – это релевантный бенчмарк для sausages. Если бы это было сказано в тексте, что такой бенчмарк можно использовать, и рынки ведут себя одинаково, мы бы сказали, окей, действительно, D – гораздо более сильный аргумент, и мы D принимаем за правильный ответ. Но такого утверждения в тексте не было. А раз такого утверждения в тексте не было, то мы не можем домысливать сами. А раз мы не домысливаем, то получается, что D для нас нерелевантен. Здесь есть какой-то рынок, который себя плохо ведет, но не факт, что наш рынок будет себя так плохо вести. Поэтому D зачеркиваем как нерелевантный. И в итоге у нас остается опция C, которая говорит о том, что мы будем сильнее конкурировать. Окей, выбираем ее, значит. И двигаемся дальше. Вот здесь нам придется, когда мы поняли, что у нас спрашивают в вопросе, нам нужен average profit, dollars per hot dog, то есть нам нужен общий profit и нужно количество hot dog, before implementing this campaign. И нам теперь нужно сделать шаг get the data, вот это второй наш пункт. Нам нужно выудить данные быстро, которые у нас есть. Про profit и про количество hot dog у нас ничего не сказано в предыдущих всех наших текстах и таблицах, поэтому нам придется работать с самым последним текстом. И тут мы как раз прочитаем буллеты, которые мы пропустили в начале, но запомнили, что они там есть. Читаем. Adrodising campaign would cost 2.1 million. Окей. Это нам пригодится, возможно, дальше, но пока это нерелевантно. Коша Франкс has 1 million hot dogs, purchasers in Los Angeles, who buy one pack of 6 hot dogs per month on average. Окей. Теперь мы знаем, сколько hot dog в упаковке. Их 6. И у нас есть 1 миллион потребителей, которые покупают одну упаковку в месяц. Запомнили. Average price to grocery chains and distributors of a pack of 6 hot dogs is 10 dollars. Окей. Мы поставляем все дистрибуторам и с них берем 10 долларов. The retail price of a pack of 6 hot dogs is 11 dollars. Окей. Это то, по какой цене ритейлеры продают. То есть это, похоже, не наша цена. Мы ведь производители, и наша цена – это 10 долларов. Коша Франкс makes a 20% profit margin on hot dogs. This campaign will not impact the profit on dollars made by store. Так, вот это нам пока не помогает. Коша Франкс makes a 20% profit margin on hot dogs. Окей. Это важно. Вот откуда мы профит берем. Мы берем, сколько мы израбатываем с одной упаковки hot dogs и умножаем на profit margin. И это и есть наша прибыль с упаковки hot dogs. То есть 10 мы умножаем на 20% и получаем 2 доллара. И это я уже перешел, по сути, к третьей части, к решению. Прибыль на упаковку hot dogs у нас 2 доллара. Это первый шаг. А второй шаг мы запомнили, что в упаковке hot dogs у нас 6 hot dogs. То есть если мы хотим найти profit per hot dog, нам нужно 2 доллара прибыли на всю упаковку поделить на 6. Мы получаем 2 зелено на 6, одна треть. Одна треть это 0,33. Смотрим ответ А. Все, это наш ответ. Так, седьмой. Седьмой это похоже, судя по тексту, составление уравнения. Да, вот это, кстати, я... Я, по-моему, здесь ошибся, кажется. Если не ошибаюсь. Смотри, тут понятно, почему можно ошибиться. Тут ответы очень близки. Процентные пункты. У нас 20%, 30%, 40%, 50%. Если проценты... Если разница между ответами всего 10% пунктов, то очень легко округлить, неправильно и ошибиться. Так, ну что, попробуем прочитать и понять, о чем тут речь. Фулинг requires all marketing campaigns to pay back the initial investment within the first year. Окей, вот эта штука нам пригодится для того, чтобы составить первое уравнение. То есть, равенство, чтобы установить. То есть, мы должны записать, что investment равно return. Причем, return считается за один год. Вот это, скорее всего, и есть уравнение, которое нам понадобится использовать. Но нам придется его более детально расписывать. Это понятно? Так, хорошо. Читаем дальше. What percentage increase in the number of hot dogs sold would be required in the first year of the Los Angeles price reduction campaign in order to pay back the advertising investment? Окей. Сколько это мы получаем? Сколько это мы тратим? Попробуем составить теперь уравнение. Advertising investment. Как мы помним из текста, это 2,1 миллиона долларов. 2,1 на 10,6 долларов. Окей. Campaign impact. Return. Это новые продажи наши. Это разница в продажах. New sales. Minus old sales. Так, а мы в тексте помним, что там было что-то про то, как этот кампейн будет реализовываться. Мы прочитаем еще раз. The team decides to investigate the financial pattern of different marketing efforts and sales of hot dogs. In particular, the idea of 5% retail price reduction coupled with mass media advertising of the reduction. Окей. То есть у нас цена изменится. У нас цена упадет. То есть, по сути, у нас будет price new умножить на quantity new минус price old умножить на quantity old. Теперь нам нужно понять, что же такое price new и quantity new. А quantity new это как раз то, которое у нас в вопросе. Это будет наш x. Давай попробуем понять наш price new и price old. Price old. У нас 10 долларов. А, здесь вот еще что в вопросе. Здесь ведь нам нужно не просто price, а нам нужно profit. Как я понял, что нам нужен profit на единицу. Раз везде здесь идет речь о профите, это меня натолкнуло на мысль, что нам нужно использовать profit. А потом я подумал, что return on investment ведь считается не в выручке, а в прибыли. То есть в cash flow, который ты получаешь. Поэтому просто price на quantity мы не можем взять. Нам нужно взять profit на единицу умножить на quantity. Поэтому я подкорректировал немного формулу и я начинаю теперь пытаться определить profit на единицу, на один хот-дог. Окей, у нас был 10 долларов умножить на 0,2. И это 2 доллара был наш старый profit. Это profit на упаковку из хот-догов. Окей, и мы можем работать пока с упаковками хот-догов, и QIT у нас будет количество упаковок. Нам нужно понять теперь profit new. Profit new у нас будет составлять... Сейчас мы прочитаем. Retail price of a pack of 6 хот-догs is 11 dollars. Коша-франкс make a 20% profit margin of a hot-dogs. This campaign will not affect the profit in dollars made by the store per pack of 6 хот-догs sold. И у нас есть 5% retail price reduction. Отсюда мы понимаем, что нам нужно сохранить 1 доллар прибыли, то есть даже не так. У нас есть 11 долларов retail price, сокращаем ее на 0,5% и понимаем, что мы вычитаем 55 центов из цены. Но при этом эти 55 центов мы должны вычитать не из цены ритейлеров, не из этих 11 долларов, а мы должны их вычитать из нашей собственной прибыли. То есть мы пишем 2 доллара, минус 0,55 равно 1,45. И вот это получается наша новая прибыль на хот-дог. Не на хот-дог, прошу прощения, на упаковку хот-дога. И теперь, имея все это в виду, мы можем составить наше уравнение более точно. У нас есть 2,1 умножить на 10,6, что должно равняться дельте. Profit new, это 1,45 умножить на количество. А количество у нас, допустим, будет просто 1 плюс x. Это насколько мы растем? Минус 2 умножить на просто на 1, без этого x. Так, но количество у нас считается... А количество мы и так знаем, кстати. Это 1 миллион хот-догов, 1 миллион хот-дог purchasers, которые покупают одну упаковку за 12 месяцев. То есть у нас это 1 миллион 10,6 на 12 месяцев. А здесь у нас будет то же самое. Мы можем вынести так за сколько. И вот получается наше уравнение, которое нам необходимо решить. Как мы это можем решить? Мы можем 10,6 сократить. Потом 2,1 на 12. Тут опасно делить, потому что мы можем ошибиться. Опции очень близки. Лучше расписать это, раскрыть скобки. 2,1 равно 1,45 умножить на 12. 45 умножить на 12, плюс 1,45 умножить на 12, умножить на x, минус 24. Окей, и вот тут придется считать, и тут скорее всего нельзя будет округлять. Потому что если мы округлим, мы можем прийти к другому ответу. Да, вот это вот непросто. Да. И я помню, я ошибся. Я не мог понять, там достаточно вот размытый бумлёк. Главное, что было не понятно, что они снижают. Липпай, по которому они продают в магазин. Ну, я взял, как бы, учитывая то, что там порт, у меня, в принципе, не должны быть менять. То есть я взял тоже 55. Да, я помню, когда решал этот вопрос, я правильно составил формулу, но я ошибся в округлении. Я вот эту штуку округлил до 1,5, и это уже было неправильно. Поэтому это, конечно, очень такой вопрос хитрый. И здесь нужно точно считать. То есть это 26,1 равно 2,9 умножить на 6, плюс 2,9 умножить на 16. 26,1 минус 6,318 минус 6, 17,4 равно 17,4х. Окей, разница у нас получается 6,2,6, 6,1, 8,7 равно 17,4х. Интересно. Ага, а из этого получается, что х равен 0,5. Точно, ровно 0,5. О, и это ответ D. Прекрасно. Вот он ответ. Да, но здесь, конечно, сложно было вот это все считать точно и не поддаться искушению округлять. Но когда посчитал, оказывается, вот все работает. Хм, интересно. Так, в таком случае мы можем двигаться дальше. Дальше у нас идет восьмой номер. Смотрим, какие у нас дальше вопросы. Восьмой. А, так, девятый, потом уже после очередного текста. О, отлично. Значит, мы можем прочитать вот этот маленький кусочек, и этого текста нам хватит, чтобы сделать какой-то вывод. Окей, нам нужно понять, что маркетинг-менеджер, какой вывод он делает, какое предположение он делает, нужно найти этому доказательству. Читаем текст. Окей. Окей. Самое важное утверждение здесь, конечно, первое. Но вторые два, что price reduction determines the brand image, и brand image drives a lot of sales, тоже есть смысл держать в голове. И их использовать как selection criteria. Теперь мы читаем опции, и пытаемся понять, какая из опций лучше всего вот эти три утверждения, или хотя бы там какие-то из них подтверждать. Читаем А. Окей. Опция А ничего не говорит о том, что 5% это много, но опция А говорит о том, что price reduction может быть detrimental to brand image, потому что люди ассоциируют brand image с quality. А brand image drives a lot of sales мы не знаем. То есть здесь подтверждение есть из трех утверждений второму. И мы, если бы мы писали это на selection criteria, 1, 2, 3, мы бы написали крестик, галочка, крестик. Это опция А. Но нам нужно другие прочитать, может быть, есть какая-то опция, которая лучше объясняет. Ага. Читаем Б. То же самое, что в А, но только в противоположное action. То есть 1 и 3 опять у нас нерелевантны. А 2 мы ставим крест, потому что это wrong action. А, Б, С, Д. Читаем, С. Окей. Это на самом деле ничего не говорит о том, что 5% это много. Это не говорит, что brand image drives a lot of sales. Ну, непонятно. Может быть, на самом деле из С следует, что brand image drives a lot of sales. Кстати, я ставлю вопрос, но здесь говорится о том, что люди will not choose any other brand. Что они все равно будут покупать kosher francs. То есть это на самом деле обратное утверждение нашей второму selection criteria, что price reduction may be detrimental to brand image. Нет. Opposite мы пишем. А раз opposite, то даже вот этот вопрос нам уже не важен. Цен не подходит. И then, in a recent survey, 34% of kosher francs customers said they would never consider buying another brand of hot dog. Так. Смотрим. Price reduction significant. Опять ничем мы не знаем. То, что price reduction may be detrimental, нет. Мы ничего здесь не говорим. Premium brand image drives a lot of sales под вопросом. Во-первых, действительно ли это за brand image? И действительно ли 34% это много? А что касается остальных 66? Что они делают? Непонятно. Поэтому здесь вопрос. Но как будто ни было, даже с тем, что вопрос, мы уже можем делать вывод. Три креста, два креста вопрос, два креста вопрос, и два креста и галочка. Соответственно, галочка гораздо лучше. Вот. А, выбрали. Двигаемся дальше. Дальше у нас опять девятый вопрос, после которого следует еще какая-то информация. Окей, значит, мы читаем опять всего один вопрос. И читаем текст. Окей. Вот здесь, похоже, нам придется много читать, потому что, чтобы понять, какая стратегия подходит, городу один нам нужно понять, что в городе один происходит. Чтобы понять, какая городу два происходит, нам нужно город два прочитать и его, по сути, обобщить для себя. Ну что ж, читаем. А вот здесь даже есть смысл прочитать, наверное, ответы, может быть. Да, поскольку у нас ответов тут мало, ответы короче, и мы можем уже по ответам и потом искать таблицу. Окей, первая у нас опция. Короче, build awareness. Смотрим, city one. Коша Фрэнкс is the dominant brand in the hot dog category. Окей. Awareness нам не нужен. А не подходит city one. Все, а дальше не смотрим. Develop a program that rewards consumers for frequent purchases. А, нет, что, неправильно я сказал. City one нам не подходит, а нам нужно найти опцию, которая не подходит всем, обоим городам. То есть, окей, если первому не подходит, не подходит ли второму? Если не подходит второму, то есть наш ответ. Читаем город 2. Коша Фрэнкс is the strong brand in the kosher hot dog category, but a weak brand in the overall hot dog category. Так, a weak brand in the overall hot dog category означает, что awareness, в принципе, может ему помочь. То есть, а, в принципе, может подойти для city two. Поэтому, а, не подходит ли это один, а подходит два, и нельзя сказать, что он не подходит ни одному из городов. То есть, а не является нашим ответом. B. Develop a program that rewards consumers for frequent purchases of kosher Frank's hot dogs. Программа лояльности. Разработать программу лояльности. Город 1. There is a high potential to increase loyalty among existing consumers and convert non-kosher hot dog consumers. Окей, программа лояльности поможет. То есть, это уже применимо к городу 1. Вот теперь мы можем дальше не читать город 2, потому что мы нашли город 1, это уже применимо. C. Ask all grocery stores to remove kosher Frank's hot dogs from the kosher hot dog aisles and instead stock them on the packaged meat aisles. Окей, мы надеемся, что в каком-то городе в packaged meat лучше нас будут покупать, чем в обычных, чем в наших kosher meat разделе. Читаем город 1. 1. Dominant brand in the hot dog category, both kosher and overall. Можно увеличить лояльность. 1. Koshher Franks placed at high premium. 2. There is low price sensitivity with almost no brand switching. 2. Historically, kosher Franks has a very strong marketing promotional performance. Окей, у нас dominant brand in hot dog category. Нам нет смысла куда-то это перемещать. Нас и так находят. Если бы был смысл, это должно было бы быть написано в тексте. Но этого не написано. Значит, городу 1 это не подходит. Читаем город 2. 2. Koshher Franks is a strong brand in the kosher hot dog category, but a weak brand in the overall hot dog category. Окей, если у нас слабый бренд в общую hot dog category, то переместив его из нашего сегмента в общий сегмент, мы потеряем клиентов. Нам это делать не нужно. То есть для City2 это тоже не подходит. То есть C не подходит и для City1, и для City2. То есть C это наш подгорячий ответ. О, супер, D дальше не читаем. Так, смотрим дальше. Дальше у нас десятый вопрос. Десятый вопрос. Так, и опять идет какой-то новый текст. Ладно, читаем десятый вопрос. Which of the following courses of action would you recommend to the marketing and promotions department head of Kosher Franks in City2? О, рекомендация. Вот она, одна единственная рекомендация, которая есть в тексте всех четырех тестов McKinsey. Окей. Что мы порекомендуем? Если помнишь, мы рекомендуем на основе двух selection criteria. Это efficiency and effectiveness. И второй, это risk. Нам нужно, чтобы риск был минимальный, а эффективность была максимальная. Читаем текст. The marketing and promotions department of Kosher Franks of City2 has originally used a combination of mass media, TV and newspaper, and targeted promotions, trials and fires, to drive sales growth. The head of this department tells you that he does not know which of these methods of any are truly effective in driving sales. Окей, у нас есть несколько методов, мы не знаем, какой работает. Больше ничего тут полезного не сказано. Ладно, читаем опции. Spend six months of the next year doing only mass media marketing, and then another six months doing only targeting marketing, to determine which is most effective. Это может и поможет, потому что у нас будет такой, знаешь, all other factors fixed, set risk variables, при прочих равных. То есть, effectiveness, efficiency, я бы сказал, да. Но риск очень высокий, потому что если вдруг окажется, что у нас работает только один канал, а второй не работает, и мы отключим тот, который работает, мы сразу потеряем выручку за полгода. Это очень много, это огромный риск. Нам не стоит это делать. А, я откину. Б. Suspend on marketing campaigns for six months to determine whether... О, это вообще ужас какой-то. Мы вообще прекратим маркетинг, и это очень плохо скажется нашей выручке. Это, знаешь, это как Воррен Баффетт писал, что без рекламы пытаться что-то продать, это все равно, что девушки в темноте подмигивать. Вот здесь то же самое. Мы сейчас выключим свет и будем активно мигать. И ничего нас не видит, девушка нас не увидит. Риск тут огромнейший, и эффекта никакого. Б вычеркиваю. C. Вот тут, окей, понемножку, one by one, и другие, как бы, мы держим fixed. Я ставлю под вопросом, может быть, это и есть наш ответ. D. Decrease each type of market you can pay slowly one by one to determine if there is a significant decrease in sales cost by the move. Окей. То есть это, по сути, то же самое, что сказано в C, только в обратном направлении. C говорит, мы по одной будем увеличивать. D говорит, мы по одной будем уменьшать. Да, вот тут выбрать непросто. Но тут какая логика? В принципе, у нас и то, и другое сейчас уже есть. Каждый канал у нас уже работает. То есть мы можем уменьшать. Не так, что у нас какой-то канала в принципе нет, и уменьшать мы не можем. То есть уменьшение работает. Окей. Можно сказать, что D точно подходит. Подходит ли C? Но тут, если предположить, что у нас уже есть и там, и там campaigns, но какой-то канал себя исчерпал, и мы не можем больше уже продвигаться там, просто потому что, блин, мы не можем по телевизору больше показать рекламу нашей или флайеров, мы больше не можем раздать, мы всем раздали уже. Тогда увеличение не принесет никакого смысла. Поэтому C в каком-то случае может не работать, получается. То есть, окей, цена не подходит. Получается, должен подходить да. Скорее всего, да, тогда наш ответ. И здесь... То есть тоже можно по той же логике не подходить. А? Даже тоже не может. Можно по той же логике не подходить, потому что нам же нужно как бы увеличить продажи, да? А если, то есть, а декресс, то есть если, грубо говоря, мы знаем, что декресс как-то негативно повлиял на продажи, но это не значит, что это увеличение приведет к увеличению продажи. Ну а тут смотри. Тут ведь вопрос, на самом деле, вот конкретно в этом вопросе, никаким образом мы увеличим выручку. Наш вопрос, какой из каналов эффективно работает, а какой неэффективно. И здесь нам нужно отвечать именно на этот вопрос. Отвечая именно на этот вопрос, D мы точно можем уменьшать, потому что у нас не ноль. А C мы, может быть, не можем увеличить, а вдруг у нас потолок. И тогда C не сработает, а D сработает. И тогда D наш ответ. Так. Одиннадцатый. Which of the following... Так, одиннадцатый. О, а там уже новый кейс начинается. Хорошо, одиннадцатый. Which of the following statements best reflect the concerns of Koshy Frank's CEO? Окей, нам нужно понять, какие же переживания у CEO. И нам нужно их перефразировать. Читаем. At the end of the project, the team recommends a tailored city-by-city strategy to increase sales. In many cities, an important part of the strategy is to change the positioning of the hot dog brand from a focus on ethnic community to a more diverse and affluent consumer segment. Окей, поменять фокус. Так, а что же сегменты? CEO-то беспокоит. The CEO is pleased with this plan, but has concern about the expectation of a new parent company. Окей. Он переживает по поводу expectation of a new parent company. Но тут сразу нам нужно понять, а в чем же эти expectations? В чем же question fact? He states that an aggressive sales growth targets are fine for companies well established in the food link family, but hopes the parent company is realistic about a new and newly acquired company like Koshy Franks. Окей, то есть, по сути, CEO боится, что ему поставят высокие таргеты, он их не достигнет и его уволят. И нам нужно найти такую опцию, которая говорит о том, что таргеты для Koshy Franks будут недостижимы. Или достижимы с невысокой степенью вероятности. И это то, что боится CEO. Хотя они в целом могут быть нормальны, поскольку он говорит, что aggressive sales growth targets are fine for other companies. То есть, он говорит, что окей, высокие планки – это хорошо, но не для меня. Читаем опции. He is concerned that Koshy Franks will never be able to achieve the sales growth targets set back. Окей, вот здесь есть сильное слово never. Сильные слова почти всегда нам говорят о том, что опция неправильная. CEO нам не говорил, что он never, никогда не достигнет этих планов. Он говорит, что он волнуется, что он может их не достичь. Но слово never он не употреблял. Поэтому A нам не подходит. B. He is concerned that Food Inc. will demand aggressive sales growth targets immediately without taking into account the time needed to make significant changes to Koshy Franks. Окей, вот это похоже на правду. То есть, он боится, что Koshy Franks не подтянет, потому что Koshy Franks не является well-established company in Food Inc. family. B. Пока ставим под вопросом, может быть, нам подойдет. Но читаем другие, потому что нам нужно best reflect. C. He is concerned that Food Inc. sets sales growth targets that are too aggressive and not realistic. Так, вот здесь, опять же, вещи, которые SEO не говорил. Более того, если какой-то аналитик McKinsey возьмет и перефразирует его слова вот таким образом, как написано в C, SEO будет просто freak out и этого аналитика сразу снимут с проекта. Потому что услышать такое инвесторы, SEO очень быстро тоже потеряет свою позицию. И здесь, опять же, слишком сильные слова, которые говорят то, чего SEO не говорил, нас навалит на мысль, что C нам не подходит. Поэтому C вычеркиваем и смотрим на D. Соответственно, у нас либо B, либо D. D пока мы не читали, читаем. He is concerned that kosher ranks will never fit to the Food Inc. family. Опять never. Он не говорил про то, что never fit to the Food Inc. family. Он говорил другое. Он говорил, что я боюсь, что мы сейчас не потянем, потому что мы еще не well-established. И это его утверждение. Окей, то есть D нам тоже не подходит. Опять D переиначил смысл. D зачеркиваем, остается только B. B на есть наш ответ. Субтитры подогнал «Симон»